Добрый день, дорогие участники регионального молодежного онлайн-форума «Создавай». В прямой трансляции форума собрались амичи, которым интересно попробовать свои силы в социальном проектировании. И сегодня вам обязательно расскажут, какой эффект от социального проектирования может быть в реальной жизни и как его добиться. Программа разработана для участников с разным уровнем знаний о проектной деятельности, который поможет определить тест на сайте форума. Он же позволит выбрать наиболее верный трек форума и получить максимум информации. В частности, первый трек «Актив» поможет начинающим авторам проектов разобраться в понятиях и методах социального проектирования. Второй трек «Профи» предназначен для тех, у кого уже есть представление о социальном проектировании и некий опыт в продвижении своих идей. Участникам третьего трека инициаторы перемен могут стать молодые люди, которые уже смогли реализовать свои проекты и теперь хотят сделать их системными. В течение дня на площадках форума с вами будут работать очень компетентные федеральные и региональные эксперты. Воспользуйтесь этой возможностью по максимуму. Задавайте вопросы, которые будут приниматься в чате и в видеоформате. Пожелаю каждому из вас получить максимум полезной информации и приятного общения со спикерами и участниками форума. Добрый день, уважаемые участники регионального молодежного форума «Создавай». С огромным удовольствием передаю вам слова приветствия от губернатора Омска области Александра Леонидовича Буркова и от всех тех, кто заинтересован в продвижении ваших проектов. Проектов социально ориентированных, которые во все времена были очень востребованы. И сегодня так же. Этот год внес изменения в нашу жизнь. Мы поменяли форматы нашего общения. Но при этом, мне кажется, форум в онлайн-режиме позволяет вам с большим количеством таких же талантливых, как вы, пообщаться. С большим количеством экспертов пообсуждать те темы, которые и можно взять в разработку своих проектов. Форум направлен на разные аудитории. На тех, кто только делает первые шаги в социальном проектировании. Для тех, кто уже является лидерами и способен доводить свои задуманные проекты до логического их завершения и претворения в реальную жизнь. Я желаю всем, кто будет участвовать в работе нашего форума, успеха и понимания того, что не стоит бояться перемен. Нужно смело браться за те проекты, пользу от которых вы уже сейчас видите, чувствуете и понимаете. Ну а мы традиционно вас поддержим. На форуме вновь пройдет отбор ваших проектов на получение гранта. Я желаю вам всем прекрасного профессионального общения. Оно точно будет. И это мероприятие точно оставит след в вашей жизни. Пусть оно будет успешной. И пусть вы увидите те проекты, которые реально реализуются в жизни. Добрый день, уважаемые участники. Меня зовут Мадлен Батурина. И я сегодня буду вашим спикером в ближайший час. И мы с вами поговорим о том, как инструменты социального проектирования можно применять в жизни. Давайте для начала проверим вообще связь, видно ли меня, слышно. Давайте так. Если меня видно, один плюсик. Если видно и слышно, два. А если у вас еще хорошее настроение, то тогда три плюсика. И это не запись. Мы в прямом, живом эфире. Так, отлично. Вижу. Супер. Много-много плюсиков. Спасибо всем, кто включил камеру. Я вижу ваши лица. Я вижу, что некоторые даже сидят не по одному, а по двое. И если вы будете улыбаться, вот, спасибо. Я вижу прекрасных девушек, которые улыбаются. То нам у всех будет хорошее, прекрасное настроение. Я, да, Слават, это я. Я очень рада видеть всех, кого я видела в прошлом году. В прошлом году я была очна. К сожалению, в этом году я онлайн. Но я надеюсь, для вас будет не менее полезно все, что я буду сегодня рассказывать. Я надеюсь, что я не просто буду рассказывать, что у нас с вами сегодня состоится диалог. Потому что, мне кажется, самое ценное, это не то, что я расскажу, да, если я отвечу на тот вопрос, который у вас есть. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, прям думайте их по ходу, пишите. Я обязательно на них отвечу. Презентацию, которую я буду показывать, вам организаторы обязательно направят. Я им уже ее отдала. И если вдруг у нас не останется времени, а вопросов будет очень много, я письменно отвечу на все вопросы или видео запишу. Ну, то есть как-то обязательно в любом случае отвечу на все вопросы. Поэтому, пожалуйста, задавайте. Чем больше их будет, тем лучше. Я сейчас включу демонстрацию экрана. И мы проверим, что вы видите презентацию. Кто-нибудь, у кого включена камера, покажите так, что вы видите презентацию, и тогда я отлично. Вот, прекрасные две девушки. Я вас вижу, написано Юля, но вас двое. Я уверена, что кого-то одного зовут Юля, а кого-то, возможно, не Юля. Спасибо вам большое. И мы с вами сегодня поговорим, как инструмент социального проектирования можно применять в реальной жизни. Я расскажу это на примере проектов, в которых я участвовала. Я на самом деле участвую, у меня нет какой-то регулярной деятельности. Я в основном участвую в проектах, либо в больших крупных проектах, которые делает государство, начиная от Олимпийских игр, чемпионата мира, универсиады, лидеры России и много-много разных проектов. WorldSkills. Я была тем лидером сборной России WorldSkills на двух чемпионатах мира. Вот скоро мы поедем на чемпионат Европы в следующем году. Поэтому про проектную деятельность я знаю не просто не понаслышке, я все время занимаюсь. И не только участвую в проектной деятельности, но и организовываю как руководитель проектов, я организовываю проекты, поэтому достаточно много знаю, как это работает. Поэтому буду рада ответить на ваши вопросы. Все, что связано с управлением проектом, организацией проектов, работой с командой в проекте, поиск, все, что связано в проекте, как учить людей, все, что проектная и околопроектная работа, я с удовольствием отвечу на вопросы. Цель нашей сегодняшней встречи, я бы не то, что даже назвала вебинар, но все-таки, я думаю, что встреча, понять, как инструменты социального проектирования можно использовать в жизни. Вот сейчас у меня к вам вопрос, насколько вообще вы знакомы с инструментами социального проектирования? Напишите в чат, там, ничего не знаю, или там, я бог социального проектирования, или я придумал социальное проектирование, или я уже реализовывал проекты, или там, только изучаю. Вот, что вы знаете про социальное проектирование, потому что я уже сегодня буду рассказывать, как это применяется в жизни, и важно понимать, да, какую терминологию, насколько глубоко можно использовать. Так, ничего не знаю, отлично. Был опыт, но реализация проекта не состоялась. Так, хорошо, спасибо большое. На самом деле, достаточно частая история, причем причины могут быть очень разные, и как раз реализация проекта, это, мне кажется, там, одно из самых таких вызовов и сложных. Был опыт, так, отлично. Сейчас есть социальный проект. Хочу научиться, а затем учить других. Окей, спасибо большое всем тем, кто ответил, пишите, да, отвечайте, продолжайте, да, я потом вернусь к вашим ответам. Да, вот я вижу, что был опыт реализации социально-педагогического проекта, был проект разовое участие в проектных командах и так далее. Ну, вот смотрите, сегодня я не буду рассказывать, что такое социальный проект, как он устроен и так далее. Я расскажу, как эти инструменты применяются в жизни, и буду пояснять, какие инструменты. Потом, когда у вас, я уверена, будут другие спикеры, кто будет рассказывать уже про само социальное проектирование, вы сможете наложить то, что я рассказывала, да, на то, что будут рассказывать спикеры. Но я буду рассказывать не в целом про социальное проектирование, а какие инструменты, и я их обязательно поясню, вы можете использовать и в социальном проектировании, и в жизни. Поэтому, если что-то непонятно, обязательно пишите вопросы, я еще раз вернусь, поясню и так далее. Сейчас сначала поступим следующим образом. Я сначала что-то расскажу, потом вернусь в чат, посмотрю вопросы, какие есть, если что-то непонятно, потом опять что-то расскажу, и так будем двигаться дальше, для того, чтобы мы с вами все успели, потому что времени у нас всего лишь час, и предлагаю уже приступать. Зачем вообще применять проектирование социальное для жизни? Казалось бы, есть социальные проекты, зачем это нужно? На мой взгляд, есть несколько причин, но, наверное, три основных, которые лично для меня кажутся наиболее важным. Первое, вы можете с помощью этих технологий управлять своей жизнью более эффективно, потому что у нас всегда не хватает времени, у нас всегда не хватает ресурсов, поэтому если вы этим управляете, если вы используете различные технологии, то это можно сделать гораздо более эффективно. Второе, это сократить путь к мечте, потому что если вы хотите что-то добиться, и уже даже решили или не решили еще для себя, что тоже так бывает, это совершенно нормально, тоже немножко про это поговорим, про целеполагание в проекте, чтобы прийти туда наиболее коротким путем, потому что я считаю, что в жизни должно быть много мечт, то есть не одна мечта точно, и чем быстрее вы приходите к тому, что вы хотите, тем больше возможностей в жизни у вас может быть. Поэтому мне кажется, что это очень и очень классно, когда вы можете применять какие-то технологии, а не просто вот что-то делать. Ну и повысить вероятность достижения цели, чтобы не было вот такого, что да, вот мы запланировали, но не реализовали. Понятно, что всегда есть какие-то обстоятельства, и мы с вами сегодня поговорим, что есть риски проекта, есть риски и в социальных проектах, в принципе в проектах, не только в социальных, и есть риски в проектах, которые вы делаете для личных целей. Есть вообще два подхода по жизни. Можно плыть по течению, а можно плыть по течению, но управлять при этом, вот как если там сплавом кто-то занимается, или участвовал в сплаве, это такая метафора, что вы все равно плывете по течению, не против, но вы при этом выбираете, куда вы идете, вы управляете рисками, обходите все пороги, которые вам встречаются на пути, возможно, падаете, но встаете и снова идете дальше. Потому что если вы просто плывете по течению, не факт, что вы приплывете именно туда, куда вы хотели именно приплыть. Где можно использовать вообще, вот в каких областях личной жизни вы могли бы использовать проектное управление? Ну, во-первых, это карьера, безусловно, 100% выстраивание карьерного трека, это выстраивание путешествий, потому что в путешествиях есть все то же самое, планирование, цель, зачем я туда еду, там просто полежать или что-то там увидеть, или какой-то суперактивный отдых, или с кем-то познакомиться, либо там познакомиться с местными жителями, да, обязательно там узнать, как это на самом деле устроено, а не как пишут в путеводителях. Это можно использовать в саморазвитии, если вы просто, да, решили заняться чем-то, ну и при планировании своих увлечений, которые у вас есть, тоже можно использовать ряд элементов проектного управления. Вообще, ну, что такое проект? Ну, обычно всегда начинаются определения, чем проект отличается от регулярной деятельности. У проекта есть какой-то понятный временной промежуток, когда вы что-то делаете. Причем промежуток может быть короткий, бывают проекты однодневные, да, вот какое-то мероприятие, например, да, там форум однодневный, это тоже проект. Бывают проекты на несколько лет, ну, например, там, Олимпийские игры с момента подачи заявки до финала, вот, да, причем финал не наступает с закрытием Олимпийских игр. Для проекта, допустим, Олимпийские игры заканчиваются плюс еще там минимум год, потому что оргкомитет занимается закрытием, документацией и так далее. Поэтому цикл, он длится там, ну, минимум 6-7 лет, да, то есть проект может быть такой достаточно большой. Поэтому проекты бывают по протяженности разные, но, в принципе, стадии и элементы вот проектного управления, они достаточно схожи, вне зависимости от того, этот большой проект или короткий. Также, если вы планируете проект, например, вы решили, не знаю, там, поступить в ВУЗ в какой-то, да, или там дальше, там, в аспирантуру, или вы решили устроиться на работу, это тоже определенно, или там решили стать кем-то, получить новую профессию, или какие-то дополнительные навыки, вы тоже точно так же, это у вас получается некий проект, да, от начала, там, я хочу учиться там-то, да, и дальше есть определенные действия, которые важно совершить для того, чтобы повысить ваши шансы, что вы это, то, что задумали, реализуете. Всегда есть много-много разных рисков, мы об этом поговорим, как сделать так, чтобы проект реализовался. Вот в любом управлении проектом, неважно, это соцпроектирование, потому что соцпроектирование, это на самом деле классическое управление проектами, но с социальной историей, да. Есть, вот если представить, как такую древнюю игрушку, кубик Рубика, это такая 3D-модель, в которой есть три грани, и они отвечают на три очень простых вопроса. Кто, что, как. Вот любое управление проектом, это всегда три составляющие. Кто, то есть какие люди участвуют, кто на проект влияет, или стейкхолдеры. И мы про это поговорим тоже с вами отдельно. Что стейкхолдеры, почему нужно про них знать и так далее. Что мы делаем, да, какие продукты, проекты, какой функционал, охват проекта, и как мы это делаем, да, потому что подходы могут быть очень разные. Может быть проект, который делает одно и то же, ну, например, там, социальное проектирование, условно, да, там, вы делаете какой-то проект, благоустройство, да, там, комфортная, доступная среда, например, да, условно. Есть два проекта по доступной среде, но они могут быть очень по-разному реализованы, и у них очень могут быть разные цели. Также и в личной жизни, например, вы решили стать, не знаю, там, серфером или блогером, и пути достижения этой цели, как вы идете к этой цели, можно выстроить очень-очень по-разному. Поэтому ответ на вопрос «как?», он никогда не одинаковый, даже если у вас одинаковая цель, ну, похожая цель, то ответ на вопрос «как?». И мы с вами сейчас вот по этим трем частям, по этим трем граням пройдемся кратко, к сожалению, там, времени там, можно несколько дней, да, изучать там, как устроено социальное проектирование, а вообще проектирование. Я намечу таким пунктирной линией какие-то основные, на мой взгляд, самые важные вещи, которые точно в жизни очень хорошо переносятся, вот, и тогда отвечу на ваши вопросы. Ну, начнем с первого, да, что? Потому что кто в случае там жизни, понятно, это вы, да, то есть вы и есть тот участник проекта, хотя вы не всегда можете это реализовывать один. Вы можете, например, если вы едете в путешествие, то вы едете, допустим, вместе с семьей, да, но планируете почему-то вы, да. Если это проект там, связанный с вашей карьерой, то, как правило, это вы, но вам кто-то может там в этом помогать, условно там ваши, назовем это, команда там проекта, да, это могут быть родители, друзья, могут быть какие-то наставники, менторы и так далее. Но сначала важно определить, что, да, сначала цели полагания, что мы хотим, какой проект мы хотим создать. И вот здесь я хочу обратить на ваше внимание, вот на какой момент. Это мало про это говорят и в соцпроектировании. Это важно как для проекта, который вы будете делать, ну или планируете делать в соцпроектировании, так и для личных проектов, которые вы реализуете, там, карьера, не знаю, хобби, путешествия или самореализация. Вот вы можете найти достаточно быстро ответ на вопрос, что вы хотите делать. И если спросить большинство людей, в чем, что делают они в проекте, они могут это спокойно ответить. Там, мы делаем там безбарьерную среду, мы делаем там приют для животных, мы делаем там клуб для людей серебряного возраста, да, то есть там тем, кому уже там далеко за 50. Там, мы делаем какую-то, не знаю, там площадку, да, для активности, да, и так далее. Или если на личную жизнь, да, перенести человек, говорит, я там условно, там, не знаю, я врач, да, или я там блогер, да, вот там, то есть человек может сказать, что я делаю, да, там я веду блог, там, и так далее. Чуть меньше людей, компании, способны ответить, как они это делают, в чем особенность, да, вот, в чем особенность там приюта, если вы делаете там для животных, а как вы это делаете, в чем особенность клуба, который вы делаете, или там площадки, или так далее, или в чем особенность этого блога. Но большинство тоже могут ответить, сказать, да, я делаю там обзоры на фильмы, да, но вот там таким-то способом, да, там уникальным, вот так вот никто не делает. То есть вот мой способ, он какой-то другой. Поэтому не все 100% могут сказать, в чем все-таки уникальность этой истории. И совсем мало людей могут объяснить, почему они это делают. И на мой взгляд, это самый главный вопрос. Вообще и в социальном проектировании для получения гранта, и в личном проектировании, когда вы проектируете свою жизнь, карьеру, карьера – часть жизни, или какие-то любые активности. Что это значит? Вот сейчас приведу два примера на социальном проектировании, а потом жизненном. Вот у нас был один проект, который на одном из форумов подавала участница. Она выходит и рассказывает. Он же описан. И она рассказывает. Я хочу сделать площадку спортивную в своем населенном пункте. Я живу в деревне. Хочу сделать спортивную площадку для того, чтобы люди могли там, тренажеры, которые будут уличные стоять, они могли там заниматься площадкой для активности. Как? Ну вот там мы выбрали место, договорились с администрацией, и мы вот все это будем делать. Столько-то времени у нас понадобится, чтобы возвести ее. Такие-то ресурсы нам нужны. Столько-то людей у нас в команде. Ну и большинство людей именно так презентуют свои проекты, отвечая на вопрос, что и как. И люди не отвечают на вопрос, почему. Когда мы спросили, почему ты хочешь это сделать, она сказала следующее. Что я верю. Мне, говорит, очень обидно, что моя деревня умирает, потому что все оттуда уезжают, там нечего делать вообще. И молодежь прям уезжает, как только вырастает, как только научилась ходить, сразу уезжает, убегает, чтобы что-то делать, там нечего. А я, говорит, очень люблю место, где я родилась, выросла, оно очень классное и крутое. И я ищу разные способы для того, чтобы, ну хоть как-то гораздо более интересно стало у нас жить, и люди не так быстро хотя бы уезжали, или в принципе хотели остаться. Я не знаю, поможет там площадка этому или нет, но я хочу попробовать, потому что я не хочу, чтобы моя деревня там умерла, не прекратила существование. Вот когда вы рассказываете про свой проект вот так, когда вы понимаете, почему вы это сделали, да, не потому, вот тогда есть и выше шанс реализации проекта, потому что если у вас есть ответ на вопрос, почему, вы точно можете привлечь гораздо больше людей, ресурсов и так далее. И второй пример, да, одна из женщин тоже у нас выступала, она говорит, ну вот что, говорит, я делаю клуб для людей серебряного возраста, для пенсионеров, там три раза в неделю мы будем собираться, и у нас там будут разные активности. Вот, мы спросили, почему она хочет это сделать, и она сказала, что я верю, что каждый человек имеет право быть не одиноким в старости, и поэтому я хочу сделать пространство, где каждый может найти себе, да, человека, с которым он может там взаимодействовать и быть не таким одиноким. Когда вы в личной жизни планируете какие-то проекты, ну там, да, не знаю, куда-то поехать, или какую-то карьеру, или какое-то саморазвитие, ответьте на вопрос не только, что вы хотите и как вы это будете делать, ответьте на вопрос, почему вы это делаете, да, в чем причина того, что вы делаете. И вот там есть один из ярких примеров, был такой борец за права чернокожих в Америке в 20 веке, я думаю, что многие из вас знают, Мартин Лютер Кинт, и у него есть известная фраза «У меня есть мечта», да, там в английском она звучит «I have a dream», и до него было очень много борцов за права афроамериканского населения, но он вошел в историю, потому что он не просто сказал, слушайте, ребята, у меня есть план, то есть что и как, у меня есть план, как это сделать. Он сказал, у меня есть мечта, что когда-нибудь, да, там и афроамериканцы, да, и коренные жители, и белые жители, все жители Америки, все будет там демократично, равенство наступит и так далее. И люди к нему присоединялись и шли за ним, и он остался в истории, потому что он коммуницировал свой проект, свои жизненные ценности через «почему». Поэтому очень вам рекомендую, вам рекомендую, как в вашем проекте социальном, так и вообще в том, что вы делаете по жизни, да, вот с точки зрения там своей, планирования своей жизни, найти ответ на вопрос «почему вы это делаете?». Это не банальный, на самом деле, вопрос, кажется, ну как, почему, потому что мне нравится, потому что мне нравится, это такой слабый ответ на вопрос. Я вам в конце порекомендую литературу, которую можно почитать дополнительно, вот про это есть целая классная очень книжка, вот, поэтому как искать ответ на этот вопрос, почему, как вырабатывать это ценностное поле, и очень вам рекомендую при защите проекта начинать «почему», а потом рассказывать «что и как». Вы тогда эмоционально зацепите людей, которые принимают решения, и шансы, то, что вы добьетесь, получите, да, больше внимания, точно гораздо выше. Значит, следующая история, в чем обязательно, какой инструмент нужно использовать при целеполагании, как своей жизни, так и в любом случае в проекте, я думаю, что многие из вас знают, какой SMART, SMART – это аббревиатура, составленная из английских слов, да, SMART – вообще умный по-английски, еще аббревиатура, какая должна быть цель, цель должна быть умная. Что значит умная? Цель должна быть конкретная, то есть не просто хочу чего-то, да, а какой-то результат конечной цели. Обязательно измеримый, я сейчас раскрою каждый пункт, достижимый, значимый и определенный во времени. Что это значит? Что значит конкретная цель? Вот когда вы ставите себе в личной жизни цель улучшить спортивную форму, очень сложно в конце, во-первых, определить, где проект кончается, и как вы поймете, что это произошло. А вот гораздо более конкретно – это 2 километра за час проплывать. Это пример, может быть, там, весить сколько-то килограмм там, да, или бегать там сколько-то там секунд, минут и так далее. Или, например, часто молодые люди говорят, моя цель – обрести финансовую независимость, да. Это не конкретная цель вообще. Это в целом, что вы хотите, но с точки зрения целеполагания цель должна быть конкретна. Я хочу там зарабатывать в 3 раза больше, ну, как пример, там, да, или чтобы не брать у родителей денег, тоже достаточно там конкретная цель и так далее. Стать известным писателем тоже, что значит известным, или там стать известным блогером, что значит известным, сколько подписчиков и так далее. То же самое в проекте. Открыть приют, не просто приют, какой приют, да, там, сколько чего там, да, и так далее. Значит, измеримая. Что такое измеримая цель? Важно понимать, что это можно посчитать. Все, что невозможно измерить, этим невозможно управлять. То есть не может быть цель создать самую быструю машину. Да, должны быть какие-то параметры. В чем эта быстрота, да, там, это либо время разгона, либо максимальная предельная скорость, либо время преодоления максимального расстояния без остановок. То есть вот какая цель должна быть измерима, как ту, которую вы ставите личную себе, так и в проекте, который вы делаете. Цель должна быть достижима. То есть не слишком легкая цель, она, это не очень, да, ну, там, провести совещание, ну, так себе цель, да, пошел и провел, там, или, там, пойти на тренировку, ну, пошел и потренировался. И есть невыполнимые цели, там, мир во всем мире. Это, конечно, прекрасная мечта, это замечательно, цель, там, не очень выполнима, поэтому цель важна, чтобы была достижима. Хорошо, когда напряженные, но достижимые цели, например, там, вот целью, там, российского образования могла быть, там, обеспечить, там, вхождение в пять вузов страны, и в международный рейтинг 100 лучших вузов в течение 5 лет, да, или, там, если вы хотите стать известным блогером, там, войти, не знаю, там, в топ-5, в топ-10 или в топ-20 блогеров, там, да, либо региона, либо вообще федеральных блогеров, да, и так далее. Ну, еще важно понимать по какой-то версии. Цель должна быть актуальна, потому что, например, если вы котик, вам не нужно быть с фитоняшкой, да, котику клево, когда он котик, да, хороший такой котик, ну, и хозяину клево, когда котик такой, да, а если у вас есть цель, там, улучшить спортивную форму, то тогда, да, эта цель для вас релевантна, поэтому цель, может быть, для вас не актуальна, да, то есть не каждому человеку хочется, там, быть в актуальной спортивной форме, это нормально совершенно, то есть каждый может поставить себе цель, поэтому цель должна быть важна, нужно не просто хотеть, нужно понимать, что вы ее хотите, ну, она вам нужна. Она должна быть ограниченная по времени, то есть нельзя сказать, я хочу быть известным блогером, то есть должна быть цель, что я хочу быть блогером, там, условно, там, 100 тысяч подписчиков, там, через два года, тогда, понятно, через два года произошло это или не произошло, потому что если вы просто хотите, там, быть известным блогером, то так можно никогда к этому и не прийти, проект может быть не реализован. Поэтому обязательно, когда вы ставите цели, проверьте, что ваша цель смарт, как в вашем проекте социальном, что вы хотите добиться, так и в вашей жизни обязательно смарт-цели. У вас их может быть много. Вот у меня, например, там есть цель, сейчас я последние 10, наверное, лет, ну там чуть меньше 8 лет занимаюсь обучением и развитием и хочу какую-то новую карьеру построить. Вот у меня сейчас есть цель, у меня есть там план, как я этой цели достигаю стать сценаристом сериалов и написать сериал для Нетфликса. У меня есть мечта когда-нибудь, что мой сериал выйдет на Нетфликсе и моя дочь будет верить, что я крутая мама. И поэтому у меня есть смарт-цель, то есть через сколько лет, да, там мой сериал, условно там, да, должен оказаться, да, где-то там в очень правильном, там, классном месте, да, и какой там это должен быть сериал. То есть не просто хочу стать сценаристом, да, а когда это должно произойти, там есть определенные шаги, которые я предпринимаю к этому, там, и так далее. Значит, это один элемент целеполагания. Второй элемент целеполагания, он тоже может применяться и в соцпроектировании, и в личном карьере. Это называется так называемая стратегия ежа, потому что еж, когда на него нападает, он такой раз, кругленький становится, шипиками. Вот у вас такие, важно, чтобы были шипики. Вам важно определить, к чему у вас есть страсть, к чему талант, это очень важно, и еще за что платят. В случае социального проектирования, это не за что платят, а что наиболее актуально, наиболее востребовано. И вот на пересечении в центре вот этой вот истории лежит то, что чем, наверное, стоит заниматься. Единственное, на что я хочу обратить ваше внимание, что иногда этот подход, это вообще известный мировой подход, надо очень аккуратно его использовать, потому что мы живем во времена, когда будущее очень туманное и непонятное. И возможно, надо уметь смотреть по сторонам. То есть, знаете, вы поставились в какую-то цель, идете к ней, это все здорово, но нужно обязательно, вот никак в песне не смотри ты по сторонам, а нужно смотреть по сторонам, потому что появляются всегда какие-то новые там занятия, профессии. Вы раньше думали, даже не подозревали, ну, сейчас условно, допустим, возьмем, дроны. Это не новая технология, но, например, лет 10 назад никто понятия не имел, что дроны вообще там будут, ну, там, кто-то, может, там думал, но это не очевидно было всем. И никто из людей вообще не думал, что у них есть страсть управлять дронами, и тем более, что за это платят. И что у них еще есть там таланты, да, они умеют это качественно, смогут научиться это качественно делать. Поэтому сейчас уже возникают какие-то направления, которым, возможно, у вас есть талант, возможно, будет есть страсть к этому, и мега будет востребована. Поэтому если у вас нету какой-то жизненной цели, это нормально, здесь не нужно переживать, потому что, возможно, или там, вы говорите, мне так все интересно понемножку, но что-то прям такого, что вау, я не сплю ночами, такого нет. Возможно, это появится, это совершенно нормально, поэтому не пытайтесь, то есть идти все время только прямо. Смотрите по сторонам, потому что часто все самое интересное может приходить сбоку. Также в социальном проектировании вы определяете, что вам интересно сделать в проекте, к чему у вас есть талант, и что наиболее востребовано. И на этом пересечении вы реализуете, делаете свой проект. Значит, теперь по поводу к тому, к чему у меня есть талант, и вообще фокус развития жизненный и так далее. Сейчас я вам расскажу про один эксперимент, а потом поясню, что он значит. Взяли две группы студентов, которые медленно читали 90 слов в минуту, ну, в среднем, и которые побыстрее читали там 300 слов в минуту, или там 350 слов в минуту. Значит, их месяц учили на одних и тех же курсах по скорочтению. И через месяц снова протестировали. Значит, после обучения те, кто читал 90 слов в минуту, стали читать 150 слов в минуту, улучшили свой результат. Этот 67% роста. А те, кто читал 350 слов в минуту, как вы думаете, напишите в чат, сколько они стали читать через месяц слов в минуту? Вот они раньше 350 читали. Сколько? Ну, примерно. Порядок какой? Также, ага. Ну, 380, да, такой чуть-чуть. 360, 400, 400, 450, 370. Ага. Еще есть ли варианты? Еще иногда бывают варианты. Стали читать меньше. Ну, отупели, да, пока учились и так далее. Сейчас я вам покажу цифру. Возможно, она вас немножко шокирует. Да, они стали читать больше 2000 слов в минуту. Это 729%. Это абсолютно реально. Я читаю 2100 слов в минуту. Я не училась на курсе скорочтения. Ну, просто у меня талант читать быстро. Плюс это необходимость моей профессии. Очень много выходит разной литературы, бизнес. И если я не умею быстро читать и обрабатывать, ну, я не очень буду успешна в профессии. Значит, о чем это говорит? Вот раньше была стратегия, шок-контент, я согласна. У меня был шок-контент, когда я увидела это исследование. Три года назад была презентация этого исследования. Это делала мировая компания Gallup. А это самая известная в мире компания исследований. Там не могло быть никакого. И это не единственное исследование. Их много. О чем это говорит? Вот раньше была такая парадигма, что любой человек может чего угодно добиться в жизни. А на самом деле это не так. То есть, вернее, вы можете добиться чего угодно. Я считаю, что любой человек может добиться чего угодно. Вопрос времени и насколько он будет успешен. То есть, например, я могу захотеть стать балериной. И, возможно, если я там вот упрусь и буду там, не знаю, ни есть, ни пить, тренироваться, я стану балериной, но я никогда не стану прима-балериной в большом театре там или где-то. Буду там в кардебалете в третьем ряду плясать и еще ничего в жизни больше видеть не буду, потому что у меня нету к этому ни таланта, ни способностей, ну ничего. Ну, балериной стать смогу. Как бы формально балерина. Но это не смарт-цель. Если я хочу быть супер-успешной, то есть ваши таланты, то, что делает вас успешным, да, условно, там, вот там самый яркий пример. Возьмем Юрия Дудя. У него есть там таланты, да, определенные. Поэтому он Дудь, да, а не один из блогеров, да, там, не знаю, там, возьмем кого угодно еще, да, в любой профессии, это то, что делает ваши таланты, делает вас успешными. И развивать нужно таланты. Бессмысленно развивать слабые стороны, потому что вы тратите время на развитие того, что у вас разовьется, но вот так. Ну, то есть вы читали 90 слов, станете 150, но это не такой уж и прогресс. Но если ваш талант – быстрочтение, и вы еще усилите его, вы будете лучшим там, ну, там, в регионе, в городе, в мире и так далее. Поэтому, к сожалению, ну, такая есть парадигма часто, особенно в компаниях, мы работаем много с компаниями, чтобы из этой парадигмы избавиться, когда людей делают оценку, определяют их слабые стороны, начинают качать слабые стороны. Это бессмысленно. Это не значит, что если у вас проблемы с тайм-менеджментом, не надо вообще там приходить никогда вовремя. Вы такие, ну, это моя слабая сторона. То есть слабые стороны нужно развивать до того момента, пока они не мешают. То есть если вам мешает слабая сторона жить, то есть условно, например, вы хотите публично выступать, и у вас, например, есть конкретный дефект речи. Если он маленький, вы можете его исправить, но вы никогда не станете лучшим оратором в мире, потому что это ваша несильная сторона. Но вы можете исправить дефект речи, чтобы не комплексовать, когда вы выступаете. Но вы никогда не станете оратором, потому что ваш речевой аппарат, ну, все равно, ну, как бы, не, можно упереться там камней в рот и миллион. А зачем? Да, если у вас есть какой-то другой талант. Поэтому определите, в чем у вас талант. Есть масса способов, как это сделать. И еще раз, да, помните, что ваши таланты иногда могут раскрываться по ходу. То есть, да, там через 10 лет вдруг окажется, что у вас есть талант к тому, чему вы даже не подозревали, потому что еще это как-то не было открыто. Да, там, может, у вас есть талант дышать на Марсе. Да, мы этого не знаем. Надеюсь, что Илон Маск нам в этом поможет. Поэтому и также в социальном проектировании лучше делать проекты, в которых у вас есть талант. Тогда у вас есть гораздо больше шанс реализовать. Тест Шейп, ну, сейчас не буду долго на этом останавливаться, у нас мало там времени, да, много хочется чего рассказать, ответить еще на ваши вопросы. Считается, что сейчас самые эффективные люди, да, и как цели ставить, когда у вас есть экспертиза в чем-то одном, и еще вы развиты немножечко в разных направлениях. То есть вы и про финансы знаете, и про маркетинг, и про продажи, и про контент, как делать, как продвигать в соцсетях. Ну, у вас есть какая-то, как буковка Т, но у вас есть такая вот какая-то одна конкретная компетенция. Да, если там кому-то что-то будет интересно про это, можете загуглить. Это тоже один из подходов к построению карьеры в современном мире. И еще один подход, я про него не буду долго рассказывать, но это четыре области, в которых считается, что наиболее востребованные профессии. Это сайенс, наука, да, все, что связано с наукой, потому что сейчас технологии развиваются и так далее. Т – это технологии, все, что связано с технологиями. И – это инжиниринг, все, что связано, да, с проектированием и так далее. А – это арт, это искусство, все, что связано с креативностью. Креативные люди, то есть сейчас, так как все решения известны, уже найдены, креативность – одна из главных компетенций. И М – это математика, как ни странно, потому что большие данные и так далее, все строится на математике. Если вы выбираете строить карьеру в одной из этих пяти областей, шансы на успех гораздо выше, потому что это самое востребованное от отрасли в современном мире. И кратко покажу, у вас будет эта презентация, вы сможете посмотреть. То есть, когда вы ставите цели, важно понимать, что самое актуальное. Вот это то, что сейчас актуально, если вы хотите быть успешным в современном мире. Какие компетенции основные – это главное. Понятно, что есть еще там масса всего, но это самое главное. Так и в соцпроектировании вы определяете, что наиболее актуально для вашего региона, для вашего города или на федеральном уровне. И вы это качаете, вы это делаете в рамках проекта. Теперь буквально несколько слов «как». Обязательно сделайте исследование как в соцпроекте, так и в личном проекте. Делал ли кто это до вас? Был ли кто-то, делал ли кто-то там приюты для животных в вашем городе до вас? Или становился ли кто-то успешным блогером до вас? И посмотрите, что они делали как для того, чтобы взять какие-то идеи, инсайты или какие-то, возможно, учесть ошибки. Обязательно советую вам еще помнить о рисках проекта. Не буду тоже останавливаться. То есть всегда есть риски. Даже в однодневном проекте есть риск, что там пойдет дождь, например, и вы не можете что-то сделать. В большом проекте вообще рисков миллион, в классическом проектном управлении риски рассчитываются от силы удара от финансов, то есть насколько много денег нам нужно потратить. В личной жизни и от финансов, и от времени. И в социальном проектировании тоже от финансов, и от времени. И вот эти риски нужно разложить на матрицы и посмотреть, насколько вероятно, что они будут. И финально, да, вот перед тем, как ответить на вопросы, еще хочу сказать про стейкхолдеров. Кто такие стейкхолдеры? Это все те, кто может повлиять на достижение проекта, как в личной жизни, так и в социальном проектировании. Есть такое правило, что людей, которые влияют на ваш проект, всегда на один больше, чем вы знаете. Как и в личной жизни, да, вдруг появляется кто-то, кто неожиданно, да, там, вы там планировали какой-то, не знаю, там, бомбический запуск проекта, и вдруг кто-то раньше вас это делает. И вы уже второе, а не номер один. Вы понятия не имеете вообще, что он об этом это делал. Да, или вдруг там появляется бабушка ваша, да, которая говорит, нет, там есть семейное предание, если ты будешь делать это, там, проклятие на всю семью, да, и все-таки, о, боже, о, нет. То есть всегда есть кто-то, о ком вы не знаете, кто может повлиять на ваш проект. Да, стейкхолдеры, это могут быть и в социальном проектировании, в личной жизни, физические лица организации, либо которые активно помогают вам реализовывать проект, либо на чьи интересы может повлиять проект, либо кто не участвует в проекте, может повлиять на его результаты, да, например, там, не знаю, органы местной власти, они вдруг решили запретить, там, не знаю, там, что-то, или наоборот разрешить. Значит, кого включать в список, вот чек-лист у вас будет такой, вы всегда сможете к нему обратиться, не буду сейчас на нем останавливаться, кого включать в список стейкхолдеров вашего проекта и как анализировать стейкхолдеров. Значит, на что хочу обратить ваше внимание вот на этой матрице. Все стейкхолдеры распределяются на такие четыре условных квадрата. Есть, так называем, о том, как они к вам относятся и насколько они сильно влияют. Есть большие братья, это те, кто поддерживает ваш проект, например, там, родители, если это личный проект, либо, там, не знаю, администрации города, если это соцпроект, они говорят, молодец, давай, у тебя все получится и так далее. Есть там змей Горыныч, это кто на вас сильно влияет, но негативно относится к тому, что вы делаете. Тоже могут быть родители, которые говорят, нет, ты что, с ума сошел, добровольцем, это же секта, не смей туда ходить, это же ужасно, там, козленочком станешь. А есть, когда негативное влияние, но слабое воздействие на вас, да, это недовольные соседи, там они говорят, вот, что он там делает, та-та-та и так далее. И есть люди, которые позитивно к вам относятся, но слабо влияют на то, что вы делаете. Это болельщики. Так вот, особенность стейкхолдеров в том, что если вы с ними не работаете, они могут перетекать, то есть большой брат может стать змей Горынычем, при этом змей Горыныч тоже может стать большим братом. Поэтому важно определить всех тех, кто может повлиять на ваш проект и уметь с ними работать. Поэтому, когда вы занимаетесь социальным проектированием и используете эти инструменты в жизни для планирования там карьеры своей, да, либо каких-то других активностей, помните о вот этих трех гранях, кто, что, как, да, и основные моменты. И для того, чтобы сделать проект, да, необходимы цели, масштаб, время, ожидания, то есть смарт обязательно всегда, что по смарту, какие ресурсы, риски, и делайте план там, раз, два, три, четыре, пять, да, то есть что, как, где, когда. Обязательно план, без плана очень сложно. И всегда, конечно, лучше иметь альтернативный план, ну, как минимум, хотя бы его понимать. Вот. И мне очень нравится цитата, прекрасная книга, очень рекомендую ее прочитать, очень интересная, нам немного говорили в последнее время. Всегда важно вкладываться в собственную адаптивность, развиваться, потому что мы точно не знаем, что будет актуально завтра. Возможно, тот проект, который вы делаете сегодня, он может завтра быть неактуален, либо наоборот, то, что у вас есть какая-то задумка, сейчас неактуально, а завтра суперактуально. Но точно нужно изучать различные инструменты, уметь их применять, потому что в любой момент они могут вам пригодиться. Я готова ответить на вопросы. Я на экране сейчас список литературы, который по теме точно, мне кажется, я отобрала самые-самые книги, поэтому вы видите его на экране. Одна книжка на английском языке, она не переведена еще на русский, но, на мой взгляд, это одна из самых крутых книг, которые я читала в последнее время, про то, как ставить цели, управлять карьерой, вообще жизнью, целеполаганием. Поэтому, если вы читаете по-английски, я вам очень-очень рекомендую. Теперь я готова ответить на вопросы, в то время, которые у нас есть. Значит, вопрос. Если вы, будучи экспертом, видите хороший проект, но человек, который защищает его на конкурсе, немного запинается, потому что нервничает, поддержите ли вы такой проект, ли на конкурсе нет права на ошибку? Ну, смотрите, запинание и волнение, это же не ошибка. Да, ошибка, на мой взгляд, это там, если вы неправильно определили цели проекта, если вы не понимаете рисков проекта, а если вы волнуетесь, так это нормально, на конкурсе все волнуются. Если вы не волнуетесь, значит, вы умерли. Я всегда волнуюсь перед выступлением. Я поступаю каждый день несколько раз в день иногда. Я всегда волнуюсь, потому что это новая аудитория. Это нормально. То есть, если вы волнуетесь, что у вас трясутся руки, это плохо. Но если у вас внутри есть волнение, это отлично. Вот я считаю, что, в общем, спикер, который профессиональный, выходит и не волнуется, значит, ему плевать на аудиторию. Ну, вот как она вас примет или еще что-то. Я бы такой, я бы лично поддержала, потому что человеку не все равно. Если человек, конечно, в обмороке, ну, водички бы ему и снова бы послушали. Вот, поэтому это вообще ни разу не страшно. Комментарий есть. Может, корректнее назвать способности, а не талант? Ну, может быть, да. Но вообще принято просто устоявшийся для терминологии талант, хотя, согласно, можно назвать способности. Как быть с мотивацией? Сегодня человек может все расписать, распланировать, а завтра ему будет банально лень. Как себе напомнить, что вообще тут есть какие-то цели? Ой, это сейчас супер вопрос. Прокрастинация. Наш друг, я сама такая же, у меня миллион целей, а потом мягкий диван, он меня и Netflix, они иногда побеждают в моей жизни. Есть много способов. Один из способов вести обратный отсчет. Мы так делали на Олимпийских играх. То есть мы не говорили, что это будет в 2014 году такого-то числа. Мы каждый день отлистывали до церемонии открытия столько-то дней, до церемонии открытия столько-то дней. Когда, вот как ни странно, психологически это гораздо сильнее влияет. То есть, во-первых, введите обратный отсчет. До окончания проекта столько-то дней, потому что мозг воспринимает, когда говорит, ой, через два месяца, ой, через два. А когда осталось 59 дней, это уже немножечко по-другому. Это первое. Второе, кому-то помогает рассказать об этом людям, а потом стыдно, что ты не сделал. Да, не всем помогает, но кому-то помогает. Всегда вообще, знаете, есть такая пословица, у отсутствия результата есть две вещи. Ноль результата и красивая история об этом. Почему это не произошло? Особенно сейчас удобно, там, ковид настал, там, вот, да, там, санкции или еще что-то. Вот. Это всегда, там, ну, это вообще отдельный разговор. Я считаю, что таких обстоятельств практически нет, непреодолимой силы. Вопрос, да, какие-то сложнее преодолеть, какие-то проще, но точно можно. Поэтому и вопрос, знаете, с мотивацией, когда лень, когда вам реально очень... Это же вопрос, почему, во-первых, вы это делаете, а вопрос, что? Вот если вам реально это нужно, вот прям вообще, вот, будет у вас мотивация, не будет. Вот я помню, я приехала в Москву поступать, у меня не было там родителей, я из очень маленького города приехала в Москву, у меня была мечта учиться в лучшем вузе страны. И я жила в общежитии, я искала работу, в 90-м году найти работу это никак сейчас, вообще было невозможно. Ну, там не было ни компаний каких-то там особых и так далее. Это был просто ад и трэш. Но у меня была настолько сильная мотивация учиться там в лучшем вузе страны и остаться в Москве, да, там в том период, на тот период, что я готова была сделать все, что угодно, да, и я там не спала, работала на двух работах и что-то так не делала. Сейчас, когда уже такого сильного стимула нет, когда уже все нормально, те цели, которые я ставила, я часто достаточно прокрастинирую, поэтому цель должна быть для вас значима. Если цель для вас незначима, то прокрастинация будет. Почему вы скачете с одного на другое, о чем конкретно вы хотели нам рассказать? Ну, я хотела наметить те моменты, да, которые мне кажется важны для того, чтобы помнить и что важно в социальном проектировании, ключевые моменты. У меня не было сегодня задачи рассказать про социальное проектирование, у меня была задача показать, какие инструменты работают в личной жизни. Поэтому я показываю, да, вот эту карту наношу, да, вот это есть, вот это, вот это, вот это. Дальше, ваше задание, ну, как бы, как я обычно делаю, я выбираю то, что во мне отзывается, и с этим там в дальнейшем изучаю больше и работаю. Поэтому, если, ну, Оксана, вам показалось, что я скачу, я учту обязательно это замечание на будущем, но в самом начале я сказала, что я намечу какие-то такие точки, о которых точно важно помнить, да, потому что времени мало. Будет ли запись? Думаю, что да, наверное, потому что у меня горит экран, ведется запись. Как справиться с волнением? Как побороть себя? Как вести, когда ты сталкиваешься с неудачами? Ну, хороший вопрос. Неудачи, это вообще хорошо. У меня было в карьере несколько не просто неудач, а прям провалов, когда мне казалось, что моя карьера закончена. У меня было два таких провала, когда было очевидно, что это моя вина, и люди это видели, ну, когда я была вообще никак не спрятать, не исправить, даже исправить было нельзя. И я одну из неудач очень тяжело переживала, я там 4 месяца пыталась отойти от этого, и мне казалось, что все вообще и так далее. Вот, поэтому, ну, как бы, да, я согласна, что неудача это маленький шаг к успеху, но в момент, когда неудача произошла, ты про это, ну, не думать, это сложно очень, да, думать, ну, да, вот, из лимонов можно сделать лимонад и так далее, да, вот, а важно понимать, да, ну, как бы, сначала важно дать возможность себе, когда произошла неудача, проэмоционировать, да, вот, пережить это, да, там, поплакать, все пропало, жизнь, боль и так далее. это важно делать, а потом важно понять, там, три ключевые вещи, которые точно там, или там, может быть, их не три, она может быть одна, которые точно вы больше, что вы сделали не так, иногда, это может быть не только вы не сделали, иногда будет внешние обстоятельства, но всегда есть не только, нужно поискать не только внешние, но и внутренние обстоятельства, что вы сделали не так, и что... Я всегда задаю вопрос, что я могу сделать по-другому в следующий раз? Для меня это главный вопрос, что я могу сделать по-другому. У меня даже есть тренинг, как из неудачи сделать карьеру, потому что стартаперы, да, большинство людей проваливаются, да, и сейчас в последнее время тенденция наоборот брать людей, которые терпели неудачи, потому что если они терпели неудачи, шанс, что у них будет удача выше, потому что человек, который всегда удачлив, рано или поздно у него будет неудача, ну, как мир устроен, да, а тот уже совершил кучу ошибок, и ты его берешь уже достаточно опытного, поэтому а с волнением справиться, есть физиологические способы справиться с волнением, например, спикеры, или спортсмены, если вы понаблюдаете перед стартом, например, особенно пловцы это часто используют, ну, и спикеры многие, которые выступают, есть такой способ, он просто физиологический, да, нужно руки широко раскрыть и вот так вот несколько раз, вот так вот руками очень широко сделать, когда вы так сделаете раз 10, только главное движение должны быть такие вот очень широкие, а у вас грудная клетка и вообще весь организм насытится кислородом, у вас изменится внутри соотношение гормонов, и это очень сильно помогает. Второе, что очень сильно помогает, когда вы выступаете, если вы волнуетесь, возьмите что-то в руку, например, вот я часто, когда учу тренеров, кликер, да, то, что переключает слайды, используем как стабилизатор, если нету кликера, возьмите маркер в руку, но только и, ну, то есть что-то, ну, не очень сильно заметное, потому что вы с маркером, может, вы там что-то хотите нарисовать на флипчарте, то есть когда вы сжимаете что-то в руке, но только не показывайте все время кулак, кому вы рассказываете, это как будто угроза, но сжимая что-то в руке, у вас в какой-то момент волнения, ну, становится все меньше и меньше, потом можно этот предмет там положить, когда вы поняли, что справились с волнением. Мне больше нравятся какие-то технологичные способы работы с волнением, а не аутотренинг такой, там, я не волнуюсь, я не волнуюсь, я крутой, я готов. Нет, тоже классно, но не всегда помогает, а когда вы в руке что-то держите, это гарантированно поможет. Нашатырь, да, но некогда, если я понюхаю нашатырь, я приду в такое, мне кажется, состояние, которое вряд ли поможет мне, да, нет, если вы волнуетесь так, что вам нужен нашатырь, да, но главное, что если чуть-чуть нашатыря, да, действительно, есть такой способ, многие это делают, даже футболисты, иногда там присмотреться, можно увидеть, что они, ну, не все, но некоторые делают, да, спасибо, Олег, что напомнили. Будет ли продолжение обучения, более подробный разбор? Конечно, ну, я думаю, что у вас будут спикеры, которые будут про социальное проектирование рассказывать вам, что оно есть, как оно устроено и так далее. Да, еще раз, у меня была задача показать, какие из инструментов работают в личной жизни, да, не научить вас социальному проектированию, а показать те инструменты, о которых нужно точно помнить и которые важны. Вот, мой час закончился, если еще есть вопросы, пожалуйста, да, я потом могу на них ответить письменно. Если вопросов больше нет, спасибо большое, мне было очень приятно с вами провести это время, жаль, что не видно всех в Zoom, и жалко, что, конечно, неочно, потому что Zoom, к сожалению, не заменит очный, хотя в онлайне тоже миллион есть, конечно, преимуществ. Да, хочется больше, согласна, сейчас это очень мало времени, да, там про многое можно очень долго рассказывать, да, можно ВКонтакте обменяться, у меня нету соцсетей, это моя сознательная стратегия, у меня никогда их не было, я знаю, как их вести, но у меня нет соцсетей, потому что там есть много разных причин, да, когда-то давно я решила, что это там моя стратегия, поэтому, к сожалению, у меня нет соцсетей, но я могу оставить, ну, обычно, да, если там организаторы не против, и они напишут сейчас, что не против, я могу оставить вам адрес электронной почты, я обычно всегда оставляю, и если у вас есть какой-то вопрос, там, вот, какую-то книгу или еще что-то, если какой-то короткий вопрос, я всегда отвечаю, и, да, с удовольствием отвечу, да, на вопрос, там, может быть, не в день в день, может быть, через пару дней, но всегда отвечаю, поэтому, если организаторы там не против, я могу оставить адрес своей почты, и если вдруг какой-то вопрос будет по книжке или еще почему-то, я с удовольствием это сделаю, да, не против. Пишет Никита, Никита, я надеюсь, что вы организатор, да. Окей, я вижу, что кто-то поднял руку, а я не знаю, если вы хотите включить микрофон и что-то спросить и сказать, то, наверное, организаторы могут это сделать, да, я просто увидела, что кто-то из участников написано, что поднял руку, да, поэтому давайте готовы ответить на вопрос и не только письменный, но и личный. Да, мне кажется, была рука, ну, я просто сейчас, я не вижу, к сожалению, полный экран, не вижу всех. Окей, тогда спасибо всем большое, да, если у вас какие-то остались вопросы, да, я готова еще раз коротко на них ответить, да, спасибо большое, всем хорошего дня, успешного форума и желаю вам всем защитить проекты и получить грант, если у вас есть такая цель и делать проекты, которые в первую очередь вдохновляют вас, потому что если вас проект не вдохновляет, он не вдохновит и людей, которые будут вас слушать и решать, применять грант или нет. Я считаю, что нужно не делать не конъюнктурные проекты, а самим создавать тренды, то есть если вы этот тренд делаете, если вы верите в проект, то точно в него все получится, поэтому если вы верите и с волнением точно справитесь и с чем угодно, главное верить, да, потому что настоящих буйных мало, я надеюсь, что вы настоящие буйные и точно у вас все получится. Всем спасибо большое, пока! Ребята, хочу сказать еще раз, что у нас сегодня с вами будет практическое небольшое занятие, а не теоретическое, чтобы немного вас отвлечь от вот этой вот части огромной информации, потому что я знаю, что социальное проектирование — это далеко не просто, и вам нужно, конечно, что-то такое, чтобы немного взбодриться, тем более у нас утро, и мы с вами проведем своеобразную голосовую, так скажем, зарядку. Я сейчас небольшой кусочек застала вашего мероприятия, предыдущего лектора, и поняла, что вас очень волнует вопрос волнения, защиты во время защиты проектов, и на самом деле я не хотела, конечно, большой акцент в своем выступлении об этом, на этом делать, но мне кажется, что придется, потому что это действительно важная вещь. Дело в том, что я и сама защищала не раз социальные проекты, и знаю, что защита — это, конечно, очень-очень волнительно, но все же прежде знаю, что побежала вперед и забыла вам представиться. Меня зовут Татьяна, Татьяна Дончишина. Наверное, вы уже знаете, что я являюсь ведущей нескольких радиостанций в городе Омске, это новое радио и дорожное радио. Когда-то это была еще милицейская волна, но сейчас все немножко поменялось. Поэтому, конечно же, первый раз, да, главное, вернее, о чем вам хочется сказать, о чем я могу сказать, это, конечно же, какие-то голосовые вещи, наша речь. Вот, я стала видеть чат, здорово, что все меня слышно, и то, что да, то, что я волнуюсь. На самом деле, я хочу согласиться с предыдущим оратором, это действительно так, потому что всегда, если мы болеем чем-то, если мы переживаем за результат, то, конечно же, мы будем волноваться, удастся ли нам донести свою мысль, удастся ли нам получить отклик от аудитории, это действительно очень важно. Я считаю, что такие вещи, как аутотренинг, о котором раньше уже тоже было сказано, конечно, они здесь и сейчас, и сиюминутно не работают. Но если вы будете заранее себя настраивать, если вы будете себя готовить к тому, что это не последняя защита в вашей жизни, у вас еще впереди очень много шансов, и если не получилось сейчас, то получится обязательно в будущем, значит, это просто сейчас не ваш шанс. Кроме того, нужно учитывать, что в жюри очень часто тоже сидят люди, которые могут ошибаться и могут где-то не понять, не разглядеть ваш проект, не понять, насколько он важен здесь и сейчас, а возможно, вам нужно еще будет над ним поработать. Поэтому не нужно ставить на этом крест, поэтому не нужно говорить, что себя настраивать так, что здесь и сейчас, а больше никогда. Нет, это не так, это самый главный аутотренинг, который, я считаю, вы должны с собой проводить, вы должны себя таким образом настраивать, у вас впереди еще очень много возможностей, которыми вы должны пользоваться. Ну и, конечно, хотелось бы сказать о практической какой-то части, раз уж мы сегодня с вами практикой занимаемся, то, конечно же, очень важны для успокоения нервной системы нашей дыхательной различной практики. Наверняка вы слышали о том, что существуют там определенные системы вдохов-выдохов, но если такую взять основополагающую, да, то это же, конечно, длинный выдох, акцент именно на длинном выдохе. Мы можем даже сейчас с вами потренироваться, вы можете сидеть или стоять. Я стою специально, потому что нам так проще будет делать упражнения, вот, но, в принципе, сидя вы тоже можете это делать. Если вы стоите, то обязательно должны в устойчивом положении находиться на двух ногах, вот, если сидите, то тоже, пожалуйста, с ровной спинкой. И, ну, постарайтесь все-таки участвовать, потому что мне хотелось бы вам немного интересной какой-то практической информации донести и немного вас расшевелить. Так вот, давайте все-таки начнем с противострессового дыхания. Самое главное, запомните, мы делаем стандартный вдох, задержку, вот когда мы сделали уже стандартный вдох, да, сделали задержку на несколько секунд и потом максимально длинный выдох. Мы сейчас несколько раз с вами потренируемся, а затем вы можете запомнить, что перед своими выступлениями вы всегда можете это практиковать. Например, если вы стоите где-то за сценой, у вас осталось 5-10 минут до начала и вы чувствуете, что вы действительно волнуетесь и не можете с собой совладать, то вот эта практика, она вполне себе применима и можете ее использовать. Давайте попробуем с вами вместе. Делаем вдох, задержка и максимально длинный выдох. Еще раз вдох, задержка и максимально длинный выдох. Чтобы успокоиться, нам с вами, ну, конечно, всем по-разному, но достаточно хотя бы 5-6-7 таких циклов. Существуют и другие техники, мы сегодня не будем у них углубляться и, собственно, не это наша цель. Я просто поняла, что вам это интересно и мне захотелось про это сказать. И также существует такая вещь, о которой косвенно сказали вот передо мной, да, это выполнение физических упражнений. На самом деле, на чем это все строится? Это связано с тем, что нам нужно наш зажим эмоциональный и голосовой зачастую перевести в какие-то другие мышцы. Значит, соответственно, нужно их хорошенько напрячь. Самое простое – это максимально сильно зажимать кулачки. Опять же, вы стоите за сценой, вы очень сильно волнуетесь, вы напрягаетесь, да, задерживаетесь в таком положении на какое-то время и максимально расслабляетесь. И несколько таких циклов. Давайте с вами попробуем на примере сжатия кулачков. Максимально напрягаемся, держим, 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 держим и расслабляемся. Да, и еще несколько раз нужно сделать несколько таких циклов. Очень простые упражнения, но я надеюсь, что они вам помогут. Мы сейчас проговорили про то, что дыхание очень важно для нормализации нашего психологического состояния, нашего нервного состояния, чтобы себе все-таки как-то помочь. А скажите мне, как вы считаете, насколько дыхание важно для нашей речи и для нашего голоса? Можете прямо вот в чате писать, потому что я сейчас его вижу. И как считаете? Напишите, да или нет, важно дыхание или не важно для нашего голоса, то, как мы дышим? Вот, я вижу, слушайте, замечательный ответ. Это основное. На самом деле это действительно так. Дыхание – это как раз-таки основа нашего голоса. Действительно, вы правы, ребята, очень здорово, это очень круто. Существует... Дело в том, что я какое-то время занималась очень продолжительной и эстрадным вокалом еще, и, соответственно, конечно, пение очень завязано на дыхании на нашем, да, и поэтому, конечно же, я знаю, как никто другой, что очень важен столб воздуха, как говорят вокалисты, да, очень часто. Вот если он у нас сильный, большой такой, да, если у нас большие легкие, которые имеют большой объем и способны прогонять большое количество воздуха, то, конечно, мы с вами тогда большие молодцы и сможем владеть с большей вероятностью своим голосом, чем те люди, которые не умеют правильно дышать. И что, как вы считаете, самое важное – вдох в нашем дыхании или выдох, именно если речь идет про голосообразование, да, не просто про наши потребности организма. Что важнее – вдох или выдох? Что вообще такое наша речь? Выдох, да. Все правильно, да. Это значит, что мы с вами в первую очередь должны работать над нашим выдохом, над качеством нашего выдоха. Вот сейчас, когда я вам давала упражнение на успокоение, да, нервной системы и приведение себя в стабильное состояние, как раз тоже мы делали акцент с вами на выдохе. Вот и в следующем упражнении мы попытаемся потренировать наш выдох. Строится оно таким образом. Мы с вами проговариваем слово «здрасте», да, стараясь максимально тянуть буковку «с». Для этого, конечно, в идеале нам нужно с вами встать, потому что нам нужно наклониться вниз, да, согнуться. Меня сейчас не очень будет хорошо видно, но тем не менее. То есть вы сложили ручки перед собой, говорите «здрасте», и на буковке «с» начинайте наклоняться вниз. Для чего мы это с вами делаем? Для того, чтобы немного себе физически помочь, чтобы нажать на область живота, да, потому что у нас здесь происходит давление, и значит, нам проще с вами сделать выдох. Задача ваша состоит не только в том, чтобы максимально длинным сделать этот выдох, но и в том, чтобы сделать его максимально ровным, потому что может быть ситуация такая, я не знаю, будет ли сейчас слышна какая-то разница вот в дистанционном, да, формате с использованием микрофона, но может быть такая ситуация, когда мы выдыхаем очень неровно, например, можно сравнить с шариком, да, воздушным, который резко отпускают, и он вот так начинает сдуваться, соответственно, у него и звук, да, выдоха в кавычках, выдоха шарика, он очень неровный, то есть «здра-с» – это очень важно, кажется, что такая незначительная вещь, на самом деле, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы выдох был максимально ровным. Давайте попробуем пару раз хотя бы, я призываю вас сделать это вместе со мной, ну, или хотя бы запоминать, потому что в будущем это вам тоже, я думаю, пригодится. Вдох и «здра-с» – «те». Когда вы опускаетесь вниз, когда вы максимально уже сделали выдох, да, на последнем издыхании делайте «те» последние остатки воздуха, мы с помощью «те» с вами выпускаем. Давайте еще раз попробуем. «Здра-с» – «те». Напишите мне, пожалуйста, кто-то вообще попробовал и получается ли у вас какую-то обратную связь мне дайте. Вообще, и можете еще, кстати, написать, делал ли кто-то когда-то подобные вообще упражнения в своей жизни и вообще работали ли вы над дыханием. Да, здорово, получается. Здорово, отлично, я очень рада. Если вы захотите потом какую-то адресную обратную связь получить, у меня есть социальные сети, вы можете там писать мне, я пусть не очень оперативно, может быть, но все равно отвечу. Если вы хотите дальше свое дыхание тренировать, то запомните, что все упражнения на выдох, а их очень много, с шипящими звуками, они на самом деле очень полезны, и в разных вариациях вы можете их делать. Сейчас, конечно, мы не будем на этом останавливаться, что хочу перейти к следующему упражнению, оно тоже связано с дыханием. Существует такая скороговорка, может быть, вы ее слышали, «как на горке, на пригорке стоят 33 горки». Вот мы с вами должны проговорить эту скороговорку, да? Педагог. Вот, правильно, педагог по вокалу часто говорил про дыхание, это действительно так, ну потому что, если в речи мы этому не придаем такого значения, да, и не уделяем большого внимания, то в вокале, конечно, ну без этого вообще абсолютно никак, хотя и в речи, честно говоря, это очень неправильно, что мы этот момент упускаем. Дело в том, что зачастую волнение как раз-таки может быть связано не только с тем, что вы вообще боитесь публики, а с тем, что вы боитесь в принципе говорить. И, конечно, когда вы не умеете говорить и боитесь говорить, выходите, понятно, что это будет огромный стресс для человека, и, конечно, это очень сложно пережить. Я на самом деле сама очень такая эмоциональная девушка, не в том плане, что я вспыльчивая, да, или как-то, но если это связано с какой-то деятельностью публичной, то особенно когда я начинала этим заниматься, это было очень волнительно, я как раз-таки из тех людей, которым можно было приносить нашатырь, вот, но это на самом деле не очень хорошая идея, и любые успокоительные средства тоже не очень хорошая идея, у всех по-разному организм реагирует, и вы можете себе навредить, и еще больше замедлить свои реакции, в результате получится совсем нехорошая история, чего нам, конечно, не нужно, поэтому давайте добиваться этого упражнениями. Так вот, возвращаемся к скороговорке, как на горке, на пригорке стоят 33 горки. Мы с вами вместе проговариваем, а затем наша задача на одном дыхании, не делая вдохов, посчитать и горок, не нужно громко это делать, но в таком достаточно среднем диапазоне громкости, да, 1-е горка, 2-е горка, 3-е горка, 4-е горка, 5-е горка, 6-е горка, 7-е горка, 8-е горка, 9-е горка, 10-е горка, и так далее, и так далее, и так далее. В идеале мы стремимся к 33 и более, но, конечно, если поменьше, ничего страшного. Давайте попробуем с вами вместе. Итак, раз, два, три. Как на горке, на пригорке стоят 33 горки. Вдох и считаем. Сейчас считайте каждый в своем темпе. Конечно, желательно считать достаточно быстро. И сейчас, когда вы досчитаете, вы мне, пожалуйста, тоже в чате напишите, какие у вас цифры получились, какое количество и горок. Да, вот все говорят, любимая буква «р» здесь в этой скороговорке присутствует. Это действительно так. Наши задачи сейчас на ней не концентрироваться, мы не должны стремиться ее прям четко-четко проговорить. Вот, но все-таки мы здесь делаем акцент на дыхании. Да, вот стали писать уже. 25, Егор, это хороший очень результат. Это очень хорошо. 27 тоже очень здорово. Ну, то есть такой прям на крепкую четверочку, 36, это уже 5 и 5 с плюсом даже, я бы сказала. Вот наша с вами задача, делая это упражнение достаточно часто, да, стремиться к тому, чтобы количество и горок, естественно, увеличить. Пока кто-то еще досчитывает или пишет в чате, я продолжу, чтобы мы с вами на этом не останавливались. Для того, чтобы увеличить количество и горок, да, здесь и сейчас, нам нужно с вами дать какую-то нагрузку на наш дыхательный аппарат. Это, собственно, так же, как и с любой физической активностью. Мы никогда не начинаем с поднятия больших весов, мы всегда начинаем с разогрева, с разминки, и поэтому постепенно переходим уже к более сложным упражнениям. И, соответственно, здесь точно так же. Так вот, дыхательная система, она так же в ходе упражнений и разрабатывается, именно в ходе физической активности я сейчас имею в виду. И для того, чтобы нам с вами это проверить, мы с вами проговорим такую, такое четверостише, небольшой кусочек стихотворения. На самом деле оно длиннее, но у нас, я взяла просто маленький, чтобы мы смогли с вами понять, в чем суть. Звучит оно так. Так, на скакалке я скачу, научиться я хочу, так владеть дыханием, чтобы звук держать оно могло бы. Возьмем маленький кусочек, на самом деле оно раза в три больше. Наверное, как вы уже поняли, по смыслу мы должны проговаривать его и прыгать на скакалке, якобы, ну то есть имитировать прыжки на скакалке. Давайте сейчас попробуем, встаньте, у кого есть возможность, это было бы очень здорово. Мы с вами встаем. Один Егорка у кого-то получился, вижу, но это ничего, ничего страшного. Взяли воображаемую скакалку в руки, сделали вдох максимально глубокий, причем не поднимая плечи, не вот сюда куда-то в грудь, а поглубже, да, в область диафрагмы, или если так, внешне, давайте какие-то ориентиры, в область живота, сделали вдох, взяли скакалку, и на скакалке я скачу, научиться я хочу так владеть дыханием, чтобы звук держать, оно могло бы. Вот, наша задача с вами максимально ровно, да, держать свое дыхание, опять же, не позволять ему прыгать, не позволять себе задыхаться, таким образом мы отлично разрабатываем дыхательную систему. И если сейчас мы не будем это делать, потому что я не уверена, что, во-первых, все прыгали, а во-вторых, ну, просто чтобы на этом не останавливаться, но если бы сейчас мы с вами сделали повторный Егорок, то, скорее всего, после вот этой тренировки, после того, как кровь у нас кальвеолком в легких приливает, да, мы бы с вами больше Егорок насчитали. Если вам интересно, вы можете такой эксперимент потом с вами провести и убедиться в том, что это действительно так. Вот, мы с вами закончили с дыханием, такой небольшой блок, конечно, можно было бы еще много всего сделать. И перейдем к следующей важной составляющей нашей речи и того, как мы говорим, это артикуляция. Как раз-таки здесь вот заходит речь о наших буковках R, о том, насколько четко мы с вами говорим, потому что правильно дышать – это важно, но если у нас здесь не будут работать мышцы, то, конечно, мы с вами ничего четко сказать не сможем. Артикуляционный аппарат – это все мышцы внешние и внутренние, собственно говоря, наш язык, как вы знаете, самая сильная мышца в нашем организме. Мы с вами можем сейчас поделать очень забавную артикуляционную гимнастику. У вокалистов это называется сухой разминкой, сухой распевкой, вернее, а у нас с артикуляционной гимнастикой. Например, такие упражнения. Уточка, вы можете все это делать, вперед губки вытягиваем, правильно, и теперь в улыбочку. Кто-то еще и горок досчитывает, молодцы. И наша задача сейчас с вами сделать это максимально быстро. Уточка, улыбочка. Давайте прям 10 повторений. Наверняка, вот если с непривычки, то наверняка вот здесь прям может мышцы сводить. Напишите, если действительно у кого-то какой-то эффект. Но может быть, да, здесь такое очень теплое ощущение тепла, потому что мы действительно с вами тренируем, разогреваем мышцы. Следующее упражнение. Делаем уточку и по кругу вводим сначала в одну, потом в другую сторону, давайте пять раз в одну, пять раз в другую. Уточка и пошли. И в другую. Здорово. Мы можем с вами пожевать губки. Вообще, все упражнения в артикуляционной гимнастике, которые связаны с тем, чтобы немного пожевать самого себя, они очень хорошо разогревают, потому что кровь быстро приливает, но вы все-таки не перестарайтесь, не надо ничего себе откусывать и прикусывать, там буквально чуть-чуть, просто вот так кусаем губы, посмотрите. И верхнюю. Очень здорово покусать язык по сторонам, да, давайте с одной стороны чуть-чуть, и с другой стороны. И кончик языка. Здорово, туда-сюда. Вот, можем еще такое упражнение, закрытый ротик у нас, да, и мы опять же разогреваем язык, закрыли, и наша задача проткнуть щечки изнутри, смотрите. Задача максимально быстро это делать, да, при этом, конечно, язык действительно устает, особенно с непривычки у людей. Напишите мне, кто делал сейчас, да, и у кого получилось, не получилось, какие у вас вообще ощущения, тепло ли вам, разогрели ли вы свой рот. На самом деле, очень здорово, это, да, щеки устали, язык наверняка тоже устал. Очень здорово это делать, тренируйтесь. У меня, я вот помню, что год назад мы тоже проводили подобный мастер-класс, и девочки очень сильно интересовались, худеете от этого лицо. Ну, конечно, без какой-то диеты, да, и ограничения калорийности, тотально оно не похудеет, но все-таки форму определенную придать скулам, да, и щекам можно, поэтому, девочки, для вас дополнительная мотивация. Я специально говорю, чтобы вам какие-то дополнительные крючки дать для того, чтобы это делать. Вот, мы с вами поговорили про дыхание, проговорили про четкость речи. Еще одна важная составляющая – это интонирование. Пожалуй, вот сейчас мы сделаем последнее с вами упражнение, будем на этом заканчивать. Интонирование. Вы наверняка еще из школьной программы знаете, что предложения вопросительные у нас имеют восходящую интонацию, восклицательные предложения, восходящую интонацию, нисходящую интонацию, предложения, где стоит точка, где стоит двоеточие. Казалось бы, какая-то глупость, зачем на этом акцентировать внимание, но на самом деле именно интонирование нам помогает расставлять правильные акценты в нашей речи. Например, вот сейчас я задам вам такой вопрос. Помните все скороговорку, да, корабли лавировали-лавировали, да не вылавировали. Смотрите, спрашиваю. Корабли лавировали-лавировали, да не вылавировали. Скажите, на каком слове я сделала акцент? О чем именно я спрашиваю? Корабли лавировали-лавировали, да не вылавировали. Как вы думаете, к какому слову, да, как бы я задаю вопрос? Корабли, да, правильно. А можно по-другому спросить. Корабли лавировали-лавировали, да не вылавировали. То есть я как раз за счет интонации выделяю вот это слово. Это очень важно, уметь расставлять такие акценты. И когда, кстати, вы будете проводить защиту своего проекта, вы, во-первых, очень четко проработаете текст. Никогда не бывает такого, поскольку я человек, который очень плотно работает именно с текстами, я хочу тоже вам об этом сказать. Никогда не бывает так, что вы вышли и просто вот я знаю, это мой проект, и я сейчас все о нем расскажу, мне не нужно никакой заранее подготовки и не нужно текста, это не так. Вам нужно заранее его очень четко прописать, чтобы вы понимали, что вы укладываетесь в хронометраж, потому что там обычно очень четкие временные рамки. Конечно же, это все проговорить и расставить акценты. Акценты как раз расставляют за счет интонирования, за счет пауз, да, поэтому вы должны этому учиться, это очень важно, и вам это тоже поможет в подготовке. Я хочу, ребят, также сказать, что, конечно, в нашей речи еще очень важен ритм, очень важна динамика, динамика это то есть громкость, и громкостью вы тоже можете расставлять акценты. Понятно, что вы не должны кричать где-то или говорить шепотом, но тем не менее, таким образом акценты тоже можете расставлять. И, конечно же, темп речи, я сейчас говорю в быстром темпе, потому что мне нужно максимально много информации вам выдать, но вы должны для своего выступления выбирать средний темп, не гнать, но и при этом, конечно же, не замедляться. И еще одна важная составляющая, которая нам помогает говорить, как бы это ни было странно, наши эмоции, потому что все, что написано на нашем лице, оно также отражается в нашем голосе. Если вы будете себя заставлять улыбаться, то вот этот импульс мышечный, он действительно пойдет прямо вот сюда, вам в черепную коробку, и это вам поможет правильно настроить свой речевой аппарат. На самом деле, опять же, такая интересная особенность вокалисты, всегда у них есть такое даже выражение, они поют на улыбке. Понятно, что, конечно, когда речь идет о какой-то лирике-лирике, это какая-то внутренняя, да, улыбка не сильно видимая, но если это что-то достаточно позитивное, вокалисты всегда поют на улыбке. Для чего? Для того, чтобы подать, придать голосу вот эту правильную эмоциональную окраску. Я призываю вас всеми этими рычагами пользоваться и в своей жизни, вот, ну, только народное пение, нет, я не совсем соглашусь, потому что я занималась эстрадным вокалом, конечно, академически мы не будем сейчас с вами, да, затрагивать там совсем другая история, но у эстрадников тоже это очень важная все-таки составляющая, потому что мы даже говорим на улыбке, ну, то есть мы дикторы, люди, которые работают на радио, мы говорим на улыбке, несмотря на то, что у нас часто речь идет о какой-то серьезной информации, потому что это определенный посыл, определенная окраска голоса. Ребят, занимайтесь этими упражнениями, вы можете, если вы заинтересованы, написать мне, я вам что-то подскажу, вы можете найти их в интернете, потому что это, ну, очень открытая информация и много разных вариаций, вот. Как часто делаю я эти упражнения? А вы знаете, по-разному бывает вообще, в идеале, конечно же, нужно перед началом любой активной речевой деятельности, например, вот я сажусь, выхожу в эфир, да, и мне нужно, конечно, разогреть голосовой аппарат, но не всегда это, к сожалению, так получается, потому что часто ты уже в процессе работы включаешься. Но на первых порах я действительно очень регулярно выполняла эти упражнения. Ну, слушайте, ну, лет пять, наверное, раза три в неделю я стандартно их делала. В идеале можно и больше времени на это уделять, потому что, ну, пять-десять минут в день почему на себя не потратить? Это было бы очень здорово и для вас полезно. Хочу напоследок сказать, знаю, что нам, к сожалению, уже нужно с вами заканчивать, что это очень важный навык, как сейчас принято говорить, навык soft skills, то есть мягкие навыки, да, которые вам пригодятся абсолютно везде, чем бы вы ни занимались, идете вы на защиту, у вас какая-то своя профессия, пусть она даже не голосовая, но вы должны уметь общаться с людьми. И то, как вы говорите, то насколько у вас богатый словарный запас, да, если сейчас мы этого не касались, насколько красиво звучит ваш голос, тембр вашего голоса. У меня, кстати, сейчас, может, и не очень приятно, потому что я очень простывшая, вот, но тем не менее над этим нужно вам работать, к этому нужно стремиться. Если хотите раскрыть свой тембр, самое простое упражнение, которое вы можете делать, это мучание. Вот всегда, когда можете, с закрытым ртом, мучите, едете в транспорте, мучите, сидите дома, мучите. Я хочу вдогонку вам сказать, безотносительно вот даже к голосовым каким-то навыкам, что вы говорили прежде, что делать, если у вас какие-то неудачи, и что, как это все переживать, и как жить дальше. Я хочу вас призвать к тому, чтобы вы просто, несмотря ни на что, шли вперед, несмотря на какое-то чужое мнение, несмотря на сложности и преграды. Буквально вчера я совершенно случайно посмотрела интервью Глуховского, это Дмитрий Глуховский, автор нескольких книг, вы знаете, текст была по нему, экранизация, метро и так далее, и так далее. И он на вопрос о том, как добиться успеха, сказал, что нужно долбить, долбить и еще раз долбить. Вот и я вам тоже желаю того, чтобы вы, несмотря ни на что, шли к своей цели упорно, никого не слушали, потому что если вы действительно этого хотите, то у вас не будет лень, вы сможете себя перебороть, вы всего добьетесь. Вот, ребят, большой удачи вам, мне было приятно сегодня с вами пообщаться в таком, пусть и дистанционном формате. Меня зовут Жанна Ташметова, я являюсь экспертом региональных и федеральных грантовых конкурсов, практикующий тренер, что-то у нас здесь есть звук, отпишитесь, пожалуйста, в чат, меня слышно? Все хорошо, замечательно, тогда я продолжаю. Являюсь практикующим тренером, более 20 лет работаю с молодежью, очень люблю работать именно с молодежью, с этой целевой аудиторией, организую крупные федеральные международные проекты, ну, я думаю, что мою визитку вы все видели, и если после этого эфира вам будет полезна та информация, которую я вам дам, о том, как выжить социальным проектом в нестандартных условиях, в нестандартных ситуациях, и после эфира вы можете добавиться ко мне в друзья в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, есть мои аккаунты, ну, естественно, в Инстаграме и в Фейсбуке это на латинице Жанна Ташметова, а ВКонтакте просто русскими буквами без всяких ников. Буду рада дружить с вами, можете обращаться. По поводу материалов обычно спрашивают, я думаю, что те, кому нужна будет действительно моя консультация или какая-то совместная работа, возможно, в партнерских началах, я думаю, вы меня найдете, и мы с вами обязательно свяжемся и вместе поработаем. Ну что, начинаем. Я надеюсь, презентацию видно. Ну и как пережить проектом нестандартные ситуации. Мы с вами живем сейчас в непростое время, во время, когда всю нашу планету захватила пандемия, и буквально все перешли в новые условия работы, и некоммерческим организациям, гражданским активистам, наверное, стало вдвойне тяжелее работать, потому что мы работаем в основном оффлайн, вживую, и очень много проектов перестало функционировать. Итак, я предлагаю вам формат работы следующий. Работать с вами на результат, активно включаться в работу, отвечать на вопросы, создавать общий продукт по результатам нашего вебинара, нашего эфира в рамках форума, и притворяем в жизни совместные наработки. Если вы согласны, можете в чатик отписаться, поставить там плюсик, галочку, как вам удобно, можете смайлик какой-то. Очень хочется, чтобы от вас, я обязательно оставлю в конце небольшое время для того, чтобы вы еще поздавали вопросы, и я готова отвечать на реальные вопросы из вашей жизни, может быть, какие-то кейсы и нестандартные ситуации. План. Социальные проекты «Мы в тренде», НКО в онлайн-пространстве, как мы работаем в новых условиях и общую акцию в онлайн-пространстве. Я думаю, если у нас с вами останется время, мы начали чуть позже, мы можем с вами запланировать что-то для того, чтобы качнуть, так скажем, молодежную аудиторию в онлайн-пространстве нашего региона. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что пандемия во многих сферах жизни оказалась такой лакмусовой бумажкой для тестирования на прочность. И многие, и гражданские активисты, и некоммерческие организации изменили свой стиль работы, а многие просто перестали осуществлять свою деятельность. Для того, чтобы быть, так скажем, в тренде и для того, чтобы быть всегда на плаву и не просто плыть по течению, а создавать что-то новое, необходимо анализировать рынок. Я специально написала «рынок», потому что многие думают, что если не коммерческий сектор, то рыночных отношений, там конкуренции какой-то особой там быть не может. На самом деле мы всегда и во всем в жизни конкурируем. Поэтому именно анализ рынка, это изучение ресурсов в интернете. Специально выделила капитан грантов. Я думаю, что многие из вас знакомы. Есть телеграм-канал, есть группа ВКонтакте, насколько я знаю, во всех социальных сетях. Это Егор Рафиков, который ведет подборку различных грантовых конкурсов, стипендиальных программ для молодежи и не только для того, чтобы даже сейчас, во время пандемии, когда объявлено очень много грантовых конкурсов, есть поддержка социальных проектов и некоммерческих организаций именно во время пандемии. Для тех, кто пострадал от пандемии, вот капитан грантов всегда собирает актуальную информацию. Я рекомендую вам подписаться, найти этот канал и подписаться. Тогда вы будете в курсе всех событий. Анализ фондов и грантодающих организаций. Ну, здесь, я думаю, Америку я вам не открыла, но тем не менее, иногда, когда работаешь с аудиторией, с разными аудиториями, многие просто не знают, что есть какие-то фонды, которые поддерживают некоммерческие организации или какие-то социальные проекты по направлениям, по отдельным. И сопоставление своих возможностей с целями этих фондов и грантодающих организаций. Не надо придумывать что-то вот сверхъестественное. Если вы увидели, ну, я не знаю, например, фонд Горчакова работает по общественной дипломатии, по народной дипломатии. Если вы никогда не работали на поле международного сотрудничества, партнерства, то не стоит вам, найдя этот фонд, начать придумывать что-то и идти в то поле, которое не сопоставляется с целями вашей организации. Потому что это тоже всегда просматривается экспертами, и если вы не занимались этим никогда, это будет сразу видно. Поэтому всегда смотрите и ищите те фонды и грантодающие организации, которые идут, так скажем, в ногу вместе с теми направлениями деятельности, которые вы осуществляете. Сам анализ проекта, который у вас есть, ну, здесь использовала такую немного терминологию интересную, да, нужно описать ландшафт и контекст проблемы. Это самое первое. Если мы не начинаем с проблемной ситуации, с описания актуальности проекта, то мы дальше можем в конце прийти к чему-то, так скажем, неожиданному и нелогичному. Бывает, что в голове возникает классная идея проекта. Вот она есть идея, и мы считаем, что она очень вот прямо в тему, она актуальная, и она привлечет внимание и общественности, и нашей целевой аудитории, на которую она направлена. Но когда вдруг мы даже получаем ресурсы на этот проект, и иногда получается так, что целевой аудитории это неинтересно. Почему? Потому что мы у целевой аудитории, в принципе, не спросили, хотите ли вы, чтобы эта идея была реализована для вас. Поэтому для того, чтобы проект был логичным, изначально необходимо описать и изучить проблемную ситуацию, которая есть. Потому что ваш главный результат – это изменение этой существующей ситуации, на качественно новую ситуацию. То есть вы описываете ту проблему, которая есть, и описываете то, что вы хотите сделать, и как ваши благополучатели, как их жизнь улучшится, или они что-то получат конкретное после реализации вашего проекта. Тогда вот эти две ситуации, которые есть, существующие, и та, которая будет после реализации вашего проекта, это вот и есть самый, наверное, важный индикатор и показатель, когда вы покажете, что вот было вот так, а стало вот так. И я или моя команда, или я вместе с командой, мы сделали это, и это видно, и целевая аудитория довольна. Сопоставить ресурсы с ресурсами конкурента. Что это значит? Вы должны понимать, что я уже говорила, да, что мы некоммерческий сектор, гражданские активисты между собой, если это грантовые конкурсы, получение каких-то финансовых средств на реализацию вашего проекта, мы конкурируем. Необходимо понимать, что есть у вас, что есть, так скажем, у ваших конкурентов, которые могут стать вашими партнерами. Когда вы изучаете именно этот пункт и сопоставляете ваши ресурсы с ресурсами конкурентов, здесь может получиться интересное, но подводное слово. Есть те ресурсы, которых не хватает вам, но они хотят классный проект или расширить его, или сделать его таким же, как и есть, и убедить ваших конкурентов, что это классная идея, классный проект, и работать в одной команде. То есть это не только для того, чтобы показать свое превосходство над конкурентами, но и для того, чтобы объединиться и расширить функции вашего проекта. Необходимо обозначить, как ваш проект решит проблему. Ну, это то, что я говорила и в первом пункте. Необходимо понимать, какие конкретные показатели будут показывать, что именно ваш проект решил ту проблему, которую вы обозначили. Показать особенность вашего подхода. Не вашего проекта, а подхода к реализации вашего проекта. То есть очень много, вот я всегда говорю, не надо изобретать велосипед. Если вы посмотрите и изучите грантодающие организации, очень многие они сейчас на сайтах публикуют победителей прошлых лет. Можно выбрать даже регион, в котором есть победители. Можно по названию, по направлению выбрать. Вы можете все, когда все это изучите, вы поймете, что оказывается на территории уже некоторые организации это делают. И это уже есть. Поэтому вам не надо изобретать велосипед. Нужно подумать, может быть, какой ваш будет подход в решении этой же проблемы, которую решали другие организации или другие активисты из числа молодежи и не только. И подумать, в чем будет особенность именно вашего подхода к этому решению. Тогда ваш проект может стать уникальным. И эту уникальность проекта необходимо увидеть. Потому что это один из таких, по моему мнению, важных пунктов, за которые, возможно, не ставят много баллов и не такой большой бывает коэффициент. Но уникальность проекта всегда должна быть. Ваш социальный проект надо увидеть и вычленить эту уникальность и обязательно показать ее в актуальности. Тогда это усилит ваш проект. Ну, здесь такие немного личные мысли. Для меня главный критерий. Мне нравится то, что я делаю. Насколько то, что я делаю и что делает моя команда, меняет общественную среду. Может быть, пафосно звучит, да, но я считаю, что все общественники, все активисты делают мир вокруг себя немного лучше. И эти изменения, которые мы видим, то, что мы уже много лет делаем с разными командами на разных уровнях, и на международном, и на федеральном, и на региональном, здесь, на нашем местном уровне, мы видим конкретные изменения. И то, что вы делаете, должно вам нравиться. Мне кажется, это одно из самых главных, на чем держатся многие проекты. Новая реальность. Как COVID-19 меняет работу российских НКО? Ну, здесь небольшое такое исследование. Как влияет угроза эпидемии коронавируса на работу организаций? В опросе приняли участие организации 48 регионов. И, как вы видите, четверть принявших участие в опросе из Москвы, Московской области, и более половины участников из других регионов России. Мы можем увидеть ту картину, которая повлияла, как повлияла пандемия на работу НКО в России. Многие перенесли или отменили свои конференции, семинары, мероприятия. Около половины смогли перевести мероприятие программ в онлайн. И я думаю, что вы, являясь участниками онлайн-форума, тоже это на себе почувствовали. И я думаю, что многие поучаствовали в других форумах в формате онлайн. В основном коммуникации с партнерами теперь происходят тоже в онлайн-формате. И здесь данные 41% опрошенных организаций. Новые возможности. Несмотря на многочисленные сложности, только 5% организаций полностью приостановили деятельность. На самом деле кажется, что, если говорить от общего числа, это не так много. Но тем не менее, очень жаль, что некоторые организации не смогли перейти на новые условия работы и не смогли продолжить свою деятельность. 7% опрошенных организаций считают, что не смогут осуществлять деятельность в новых условиях, в принципе, возобновить ее. Большинство НКО видят и положительные стороны в сложившейся ситуации. Почти половина считает, что сейчас самое время заниматься стратегией и организационным развитием. Вот здесь я бы хотела сделать акцент, потому что сейчас, особенно в то время, когда были жесткие условия, и, так скажем, выходить и общаться возможности было меньше, чем сейчас. Сейчас у нас уже открыли кинотеатры и кафе, и рестораны, какие-то культурно-досуговые учреждения. Мы уже можем встречаться больше, и происходят даже некоторые мероприятия в оффлайн-формате. Но вот именно то время, которое было, так скажем, дано не только на раздумья, но и на то, чтобы сделать те дела, до которых не доходили руки. Написать стратегию своего развития, своего личного развития, своего проекта. Продумать, сесть и продумать, какие проекты можно вообще, в принципе, реализовать и сделать. Какие проекты сейчас востребованы? Развитие онлайн-работы, сохранение аудитории, тут даже не только про проекты, а еще и про текущую деятельность. Цифровизация, раскрутка социальных сетей и сайтов, инновации, социальное предпринимательство и, самое главное, это пережить этап нестабильности и не закрыть свою деятельность. Я думаю, что, сильно поясняя здесь, нет надобности, да, развитие онлайн-работы и переходить в какие-то там прямые эфиры и все остальное. Но это было важно и востребовано, наверное, в первые месяцы пандемии. Сейчас, так скажем, народ соскучился по живому общению, и онлайна стало слишком много. Очень крутые, классные эксперты, многие проводили бесплатные вебинары, бесплатные эфиры. Можно было их увидеть на площадках крупных организаций, даже не совсем крупных. Эксперты соглашались работать бесплатно, я могу сказать точно, потому что мы работали на многих федеральных площадках. И там в Ульяновске, в Астрахани, в других городах, в Салихарде тоже были различные форумы и площадки, где многие эксперты, которых я знаю достаточно именитые, отрабатывали бесплатно, понимая те условия, в которых мы сейчас живем. Сохранение аудитории. Вот это, наверное, одно из важных дел, которые необходимо осуществлять эту деятельность, потому что аудитория за время пандемии у многих организаций, у многих проектах, которые были уже запущены, начала уменьшаться. Потому что привыкли уже к определенному формату, да, если говорить о целевой аудитории более старшего поколения, многие активисты из числа молодежи и молодежных некоммерческих организаций работают и с пожилыми людьми, в том числе. Не все они переходят в режим онлайн, работают по старинке, поэтому какая-то потеря определенной аудитории есть. Но необходимо находить различные форматы, выходить на различные социальные сети, какие-то WhatsApp-каналы, Telegram-каналы заводить. Я знаю очень много организаций, которые именно во время пандемии, вот в этих новых условиях работы, завели Telegram-каналы, хотя раньше у них не было, и они не видели особого, так скажем, в начале особой эффективности от этого. Но сейчас, когда прошло уже определенное время, есть определенные результаты, и они радуют. Я, например, сама лично этим занялась, и я вижу, что это работает. Раскрутка социальных сетей и сайтов, я думаю, тут ничего нового не открою. Инновации. Очень много появилось грантовых конкурсов и различных стипендиальных программ. Именно в сфере науки, в сфере инноваций и поддерживают такими хорошими суммами не только российские грантодающие организации, но и зарубежные. Для студентов появилось очень много различных программ, когда можно обучаться и в формате онлайн, и подавать какие-то свои проектные заявки в сфере развития науки, и получать потом конкретные бонусы в виде стажировок у именитых каких-то ученых, либо обучение, либо стажировка в каких-то хороших вузах. Я возвращу вас к одному из первых слайдов. Анализируйте, пожалуйста. Для молодежи сейчас очень много появилось возможностей. Социальное предпринимательство. Мы с вами про некоммерческий сектор, про тех, кто не зарабатывает на социальных проектах, но именно во время пандемии ко мне пришло понимание, что предприниматели многие решают социальные проблемы, занимаются этим, но не знают, каким образом применить те знания, которые есть у некоммерческого сектора, у руководителей, у лидеров, у активистов, по социальному проектированию. То есть они не знают, как упаковать то, что они делают, именно в социальный проект, и где найти какую-то грантовую поддержку, ресурсную поддержку именно для реализации социального проекта. Ко мне лично обращалось много бизнесменов, предпринимателей, которые говорили, что они делают, и за время пандемии я могу сказать, что, ну, как минимум по тем консультациям, которые у меня были, открылись три некоммерческие организации новые, потому что предприниматели понимают, что они все равно решают социальные проблемы, и с помощью некоммерческой организации они могут еще поучаствовать в каких-то грантовых конкурсах и усилить то, что они делают для той целевой аудитории, с которой они уже работают. И вот здесь очень классно проявляется партнерство некоммерческого сектора с бизнесом. Здесь некоммерческий сектор не выступает в роли просящего, дайте нам, пожалуйста, на мероприятие, предоставьте нам свои ресурсы. Здесь некоммерческий сектор делится теми знаниями и опытом, которые у них есть. И это востребовано, поэтому в этом направлении тоже можно развиваться, и это сейчас, вот прям, я так скажу, в тренде и на волне. Ну, пережить этап нестабильности нам нужно всем, потому что это достаточно сложная ситуация, и, как я уже говорила, пандемия стала такой лакмусовой бумажкой, и видно, кто все-таки хочет что-то дальше делать и двигаться, а кто-то просто сложил лапки и ждет, куда вынесет течение. Люди потребляют мир через телефон. Здесь мы с вами поговорим немного о формате коммуникации НКО и потребителя. Ну, я думаю, что здесь я, особенно для молодежи, вообще не открою секрет, потому что у меня тоже двое детей, и дочери уже 16 лет, и сын, они постоянно в телефоне, это и общение, и нахождение какой-то информации, и вообще, в принципе, практически все. Я сама не представляю свою жизнь без телефона, он у меня постоянно с собой. Это и офис, и помощник, и друзья, и все остальное. Некоммерческие организации медиа используют коммуникацию по-разному. Прошу прощения, у меня здесь два раза, два раза паден-паден получился. НКО не останавливается на уровне просто информирования. Некоммерческая организация вовлекает пользователя в свою деятельность и заставляет думать. Вот здесь вот есть разница, да, если мы, как гражданские активисты или представители некоммерческой организации, мы не просто информируем о чем-то, мы еще пытаемся потребителя вовлечь в свою деятельность. Наша задача не просто рассказать о себе, а сделать так, чтобы аудитория сохранилась и приумножилась, и чтобы наших единомышленников стало больше. Взаимодействие с пользователем. Здесь важно, чтобы мы конкретно понимали, какая у нас целевая аудитория, цель нашей организации, цель нашего проекта, если мы работаем только по проекту в определенное время, и обозначить шаги к этой цели. Целевая аудитория, вот про нее нужно всегда тоже, так скажем, не просто хорошо думать, ее нужно хорошо изучить. У меня есть тренинг в Омске, я тоже его проводила несколько раз со студентами, когда мы разговариваем и работаем не просто над социальным проектом, да, разбиваем прямо его на части и каждую часть прорабатываем. Когда мы прорабатываем проблему, и там есть определенные упражнения, самое любимое упражнение – это яма. Когда мы прорабатываем целевую аудиторию и прописываем ее по разным критериям, и тогда многие ребята, которые уже даже реализовывали социальный проект, писали их, они начинают видеть свою аудиторию совершенно по-другому, и иногда у них меняются даже цели этого проекта, которые они уже пишут, например, работают над ним, результаты, либо меняется целевая аудитория. Широко, вот, не знаю, наш проект направлен на всю молодежь. На какую молодежь? Необходимо понимать социальный статус, необходимо понимать даже вот такие вещи, как возраст, субкультуры, какие-то увлечения, сообщества, в которых находится молодежь. Это изучить сейчас это, мне кажется, легче, чем раньше, потому что есть социальные сети, у многих они открытые, у многих можно увидеть сообщества, в которых находится человек, понять, с какими друзьями он дружит, где работает, где учится. То есть все это видно, у нас же визитная карточка в социальных сетях, она всегда есть. И поэтому вот с целевой аудиторией необходимо тоже очень хорошо работать, анализировать и продумывать все, так скажем, шаги для того, чтобы эту целевую аудиторию заинтересовать в вашем социальном проекте. И опять же здесь я вас снова отсылаю к проблеме, потому что у каждого проекта есть логика, и эту логику необходимо соблюдать. Если мы идем не от проблемы, не от проблемной ситуации, и не понимаем проблему, какой целевой аудитории мы решаем, то тогда наш проект может на этапе уже реализации посыпаться. Либо когда вы уже проект пишете, еще не подали его на поддержку в какой-то конкурс или в какой-то фонд, то тогда есть возможность доработать это все, довести, так скажем, до совершенства, потому что эксперты видят только текст вашей заявки. Они не видят ваши горящие глаза, они не понимают той ситуации. Минутку сейчас. У меня какая-то заставка. Выключена камера. Включила. Сейчас, минутку. У нас, оказывается, была выключена камера. Работаем дальше. Возвращаясь к той мысли, которая была. Сейчас ее поймать еще надо. В общем, необходимо всегда думать о том, какие конкретные фишки, плюшки получит ваша целевая аудитория и как это можно увидеть. Потому что после реализации вашего социального проекта нужно, чтобы было видно конкретные результаты, конкретные показатели того, что ваша целевая аудитория действительно решила какую-то свою проблему общую, например, удовлетворила свои потребности и получила какие-то возможности или ресурсы. Цель организации тоже должна быть понятна для пользователя, для вашего пользователя, для вашей целевой аудитории, для тех людей, которых вы хотите привлечь в свой проект. Потому что если люди не понимают, куда они идут, они могут сначала пойти просто на движ, да, эгэгэй, классно, я приду, я буду что-то делать, и мне здесь нравится. Но если ваша задача сохранить эту аудиторию, удержать, и чтобы после проекта у вас осталась какая-то команда или та аудитория, которая готова в любой момент подняться и пойти на ваш другой какой-то проект или остаться в вашей организации, то необходимо, чтобы люди понимали то, на что вы нацелены, то, к чему вы идете, понимать стратегию вашей организации, понимать стратегию вашего проекта и что будет после того, как проект завершится. Ну и прописать шаги к цели – это уже конкретные мероприятия, в которые вы будете вовлекать свою целевую аудиторию. Любите ли вы соцсети? Я думаю, что в молодежной аудитории этот вопрос будет практически 100%. Да, есть, конечно, те, кто не очень их любит, но, как показывают все опросы, статистика, молодежь любит соцсети и активно их юзает. Насколько важно иметь свои группы в соцсетях? И просто личные для развития личного бренда и для организации. Но здесь я больше, наверное, буду говорить про организации, потому что не все коммерческие организации имеют хорошо работающие группы в соцсетях, странички. Вот самое время, когда мы сидели в такой плотной пандемии, никуда не выходили, и сейчас вот в режиме, в котором мы сейчас находимся, до 30 сентября еще у нас масочный режим, развитие групп в соцсетях очень важно для того, чтобы показывать свою деятельность. Вас могут не узнать, о вас, не знаю, если вы проводите часто в оффлайне, конечно, работает цыганское радио, конечно, наша целевая аудитория делится тем, куда она ходит, что ей понравилось, что не понравилось на проектах, но сейчас самый важный индикатор и показатель для вашего проекта, когда вы будете его писать, это наличие вашей активности в информационном пространстве. Это очень важно, когда делают, не знаю, ваши перепосты или в каких-то группах крупных новостных, на новостных порталах, ну, если это телевидение, какие-то крупные СМИ региона, то это вообще очень здорово. Сейчас официально уже заявлено конкурс фонда президентских грантов, высшие оценки по информационной открытости организации не ставятся тем организациям, которые не публикуют публичный годовый отчет. Публичный годовой отчет можно опубликовать даже просто в вашей группе ВКонтакте каким-то документом или статьей, чтобы это было видно, можете это закрепить, либо отдельную ссылку показать. Но то, что вы делаете, должно быть видно не только потребителям, не только вашим, так скажем, клиентам целевой аудитории, но и тем экспертам, которые будут оценивать ваш проект. Что мы делаем сейчас? Создаем продукт, потребляя который человек становится социально ответственным. И вот сейчас в новых условиях нужно создавать тот продукт, который будет действительно интересен, тот, который будет подан, у меня так есть знакомые, которые любят это слово, вкусно. И это действительно важно, потому что ТикТок, короткие видео, короткие картинки, а сейчас такой Инстаграм у нас век, каких-то коротких сообщений, фотка, текст, видео, все это воспринимается быстро, это не должно быть больше минуты, потому что дольше уже даже никто не смотрит, даже, мне кажется, больше полминуты уже внимание рассеивается. Есть определенные психологические критерии, характеристики молодежной целевой аудитории, и там уже понятно, что какие-то огромные тексты и статьи, они не воспринимаются, и они не цепляют. Дальше уже, когда вы зацепили, кинули свой крючок, конечно, можно уже говорить о своей деятельности более подробно и уже работать, так скажем, с каждым либо индивидуально, либо в групповой работе, но уже цеплять по-другому. Поэтому многие из молодежи, многие из числа молодежи показывают свою социальную ответственность сейчас, это и отношение к экологии, в принципе, да, не только региона, а вообще какое-то потребление, там, пластика, пакетов и всего остального, там, разовой посуды, это уже есть. И многие из числа молодежи показывают это в своих социальных сетях, показывают какими-то акциями, это видно в магазинах. Ну, простые примеры, это, там, не знаю, холщовые, там, или тканевые сумки, да, мы с дочерью стараемся не брать какие-то пакеты лишние в магазинах, а там какие-то мешочки свои используются. Вроде бы мелочь, да, но тем не менее, если бы эта культура была привита везде и всем, то тогда, наверное, стало бы меньше этого пластика, пластмассы в нашем обиходе. Но пока, конечно, слишком массово этого нету, но тем не менее, молодежь старается быть социально ответственной. И сейчас это, наверное, больше не как течение, не как какие-то групповые, коллективные вещи, это даже индивидуальная больше ответственность про вещи, да, про вторую жизнь вещей. Какие-то проекты есть, там, не знаю, социальных комиссионок, секонд-хендов, распродажи какие-то проводятся. И до пандемии я тоже была на паре мероприятий, когда проводится там какой-нибудь квартирник, там, еще что-нибудь, да, в каком-нибудь гараже или еще где-то в каком-то помещении, и тут же там люди обмениваются какими-то вещами, книгами. Это очень здорово, я думаю, что это нужно развивать, и на самом деле хочется от молодежи получать вот какие-то идеи новые, креативные, классные. Сейчас, вот именно сейчас, с 1 сентября до 15 октября идет конкурс фонда президентских грантов. Есть еще грантовые конкурсы, но, насколько я знаю, Норникель объявил, правда, они объявляют Сибур, в городах своего присутствия. Но, опять же, если у вас есть партнеры в городах присутствия, этих крупных компаний, то тоже можно подавать эти идеи. Вот здесь вот о партнерстве, о коллаборациях. Тоже классные вещи. Если у кого-то из вас возникнет крутая креативная идея по поводу развития молодежи, пространств в городе, в регионе, развития территории региона, то, пожалуйста, я готова помогать, сопровождать. Если у вас есть еще и некоммерческая организация, то давайте будем подаваться на различные конкурсы грантовые, ну, по крайней мере, вот крупный конкурс грантовый, это фонд президентских грантов. Могу сказать, что мы со своей командой несколько уже проектов выигрывали и реализовывали. Это все очень здорово, все прозрачно, все классно. И мы видим, что мы меняем в системной работе в своей организации, и что мы меняем действительно ситуации, которые проблемные, которые мы заявляем для своей целевой аудитории. Вот прям призываю, если будет какой-то классный, крутой проект, то я думаю, что мы своим управлением общественных проектов, там, где я работаю, и нашей замечательной молодежной командой мы подключимся, и я лично обещаю довести проект до подачи. Там уже будем ждать, выиграем мы или нет. Создаем среду общения. Вот здесь тоже очень важно, особенно в молодежной среде, потому что многие приходят в организации или в проект какой-то социальный для общения. Ну, это время такое, это тоже говорит про, так скажем, и психологию, возрастная психология, и психология общения. Именно в этом возрасте, когда еще у вас нету детей, семей, вы не обременены теми заботами, которые есть у людей более старшего поколения. Общение для вас является главным, и поэтому здесь тоже очень важно не только решать проблему, но и создавать вот эту среду общения, в которой будет комфортно. Ну, и интерактивные форматы. Интерактивные форматы должны быть и в офлайн обязательно режиме. Это про тренинги, это про деловые игры, это игротехники различные. И сейчас очень много среди НКО разработок настольных игр. Я могу вам порекомендовать, если кто-то этим интересуется, потому что я знаю, что у нас в Омске есть целое течение, и сообщество людей, которые очень классно и круто работают с настолками. У меня есть тоже целое сообщество экспертов, которые разрабатывают такие игры и работают по ним, и, так скажем, меняют какие-то, даже там, не знаю, ценности, настраивают на что-то и развивают целые организации через именно настольные игры. Поэтому здесь тоже контактами могу поделиться, всегда призываю к общению. У нас остается с вами 10 минут. И я призываю, вместо обычного слайда, благодарю за внимание, у меня такой слайд. Готовы ли вы к реальным действиям? Я хочу, чтобы после того, как мы с вами пообщались, вы все-таки захотели что-то делать. Если кто-то из вас, из той аудитории, которая смотрит этот эфир, хотя бы один-два человека задумаются, захотят что-то сделать и воплотить свою идею в конкретный проект, то я буду очень рада. Ну и то время, которое осталось, я бы хотела посвятить вопросам от вас. И я вижу, что уже есть вопросы. Извините, да, я буду немножко не совсем в камеру смотреть, потому что мне нужно прочитать. Как вы считаете, что важнее для получения проектом поддержки, его уникальность или актуальность цели попадания в тренды? Ну, исходя из опыта своей работы, исходя из того, какие проекты я уже там больше пяти лет, наверное, я нахожусь в различных экспертных группах, для получения проекта поддержки грантовой, я не могу сказать, что какой-то из пунктов является самым важным. Если вы хорошо описываете актуальность, не актуальность цели, а актуальность той проблемной ситуации, вот есть ситуация, которая есть, вот ситуация, которую я хочу изменить. И вот на стыке этих ситуаций есть ваша цель. То есть ваш проект – это достижение какой-то цели, изменение ситуации. Поэтому актуальность проекта больше здесь, наверное, она очень важна. Если вы хорошо и логично прописываете, то тогда видно, к чему вы двигаетесь, и для чего вообще ставите тогда именно такую цель, и к какому результату вы движетесь. И если вы конкретно описываете показатели того, как ваши благополучатели стали жить лучше, ну, я сейчас так в кавычках, да, получили что-то, то тогда, да, актуальность, конечно, очень важна. Но если у вас есть особый подход, и вот вы даже, может быть, не очень хорошо пишете там какие-то пункты проектной заявки, но будет действительно видно, что ваш проект уникальный на данной территории, потому что нужно понимать, что социальный проект, он всегда ограничен по какой-то территории, по ресурсам, по времени, по срокам исполнения, то это тоже важно. Но, наверное, все-таки давайте к проблеме, да. Чем лучше вы опишите проблемную ситуацию, и в самом начале, и будет видно, к какому результату вы придете, наверное, это вот прям будет попадание в цель и попадание в те же тренды. Даже, может быть, если у вас будет новый подход к решению старой проблемы, то это тоже может быть уникальным, и это может быть трендом. Жанна, как вы думаете, у каких проектов в настоящий момент больше шансов получить грант? У тех, которые запланировали только очную реализацию, или у тех, которые запланировали как очную реализацию, так и онлайн-формат связи в связи с пандемией? У меня почему-то тут очень слеплен текст, да, я так понимаю, что вопрос в том, что у кого больше шансов получить проект, который запланировали и очную, и онлайн. Ну, смотрите, сейчас в настоящее время мы живем в таких условиях, когда необходимо подстраиваться под те условия, которые у нас есть. Мы не знаем, будет ли у нас вторая волна пандемии, о которой все говорят, да, есть уже мемы. Что ж, она выключается. Я ничего не трогаю. Будет ли вторая волна, и как там говорят, где там ваш друг из администрации, который сказал, что с 20 сентября нас закроют. Поэтому необходимо, конечно, предусматривать все риски. Здесь вот посоветую очень старый-старый инструмент, который называется стрелка планирования. В интернете есть. Там всегда весь ваш проект, если вы разложите по стрелке планирования, вам будет очень легко работать. Вот там есть риски. Вот эти риски, когда вы закладываете, на каждый риск вам нужно иметь какое-то такое, так скажем, мероприятие или какой-то блок, который вам позволит этот риск предотвратить. Поэтому у кого есть шансы, мне кажется, сейчас люди соскучились по оффлайн-формату. Поэтому если говорить про целевую аудиторию, то, конечно, им лучше живое общение. Если говорить про то, как на это будут смотреть эксперты, то если вы предусматриваете этот риск того, что будет вторая волна, и вы переводите, и ваш проект безболезненно можно перевести из оффлайн-режима в онлайн, то, конечно, его конкурентная способность повышается. Как вы канете? Жанта Шметова, я уже говорила в самом начале, просто Жанта Шметова, добавляйтесь. Друзья, я думаю, что вы меня узнаете. Я там на аватарке много прям красивее, и меня можно узнать, и я не в маске. Все четко и лаконично, без воды. Все, я так понимаю, что больше вопросов нету. Очень хотела бы ответить на ваши вопросы больше. Вот отвела для этого специально 10 минут. Может быть, спортивные проекты в тренде? Ага. Ну, спортивные проекты, я думаю, что всегда в тренде, потому что следить за собой, там, здоровый образ жизни, это, ну, в последнее время стало вообще, наверное, трендом, да, очень много появилось фитоняшек, и не только фитоняшек, но и фитокрасивых накачанных парней тоже, не только девочек. Но тут вот тоже надо поискать, надо поискать эти тренды, потому что, ну, онлайн-тренировки, это круто, это классно, онлайн-марафоны все эти, но еще что-то. Вот мне, это уже, наверное, не новый формат, да, но что-то типа вот стальной характер, да, какие-то забеги, гонка лидеров, когда там и нужно препятствия какие-то преодолеть, и в грязи вывалиться, или еще что-то. То есть такие какие-то командообразующие еще вещи. Мне кажется, это вот хорошо заходит, судя по тому, как много людей. Недавно мы обсуждали про формат народных таких забав и народных игр спортивных, национальных, и это тоже, когда мы обсуждали это с молодежью, мы поняли, что это вот прям, не знаю, стрельба из лука, да, та же, что-то с желтями шишками, там, ну, поковырялись, посмотрели историю, почитали, и оказалось, что это тоже интересно, это уже там больше, даже еще не исторические реконструкции, да, но тем не менее уже там близко к этому. Может быть, что-то на подумать про это. Вот у нас сейчас тоже витают такие мысли. Если захотите присоединиться, мы с организацией «Служилые люди» уже обсуждали это и хотели бы развивать вот именно такой вот национальные виды спорта. Есть ли будущее у проектов, связанных с духовными ценностями у молодежи? Проект «Спарта» зашла, хорошо. Есть ли будущее у проектов, связанных с духовными ценностями у молодежи? Вот смотрите, сейчас вот мне не хочется говорить о том, что сейчас вот именно, ну, вот, вот супер там в тренде, что востребовано, да, а что вот совсем не востребовано. Мне кажется, любой социальный проект, если вы находите в нем свой особый подход, то, о чем я говорила, в реализации этого проекта, находите его уникальность и подаете его действительно вкусно, чтобы вот это было на волне, вот в тренде. Вы меня спрашиваете, что в тренде, да? В тренде может быть все, что вы сделаете классно и все то, что будет полезно для вашей целевой аудитории. Духовные ценности у молодежи – это такое вот очень широкое понятие и очень большое. Нужно понимать, о чем именно вы будете говорить. Вы будете говорить о религии или вы будете говорить о семейных ценностях или вы будете говорить о, не знаю, ценностях института отношений между мужчиной и женщиной, например, или еще что-то. Поэтому здесь нужно понимать или ценность получения образования, повышения интеллекта и какого-то личностного развития. Поэтому, смотря под каким соусом вы будете подавать и какими классными идеями вы это все обрастете, так скажем, и какой продукт будет на выходе. Как бы там не хотелось говорить о том, что мы работаем там, мы же о духовном, мы же о развитии, да? Но тем не менее все равно это рынок, это продукт, и это должно быть полезно нашей целевой аудитории. Поймите, пожалуйста, это. Если мы будем подходить именно вот с проектным мышлением и будем понимать, что наш проект не просто вот смотрите, как классно, не смотрите, как классно, а насколько наш проект выстроили так, чтобы вот долететь до цели и получить минимум, не знаю, миллион, два, три на реализацию проекта самого классного в нашем регионе. Осталась одна минутка, вопросов больше нету. Я еще раз призываю вас, давайте дружить, очень буду рада поддержать классные проекты и довести их до того, чтобы получить какой-то грант. Сто процентов не даю, но все, что от меня требуется, я сделаю. Всем спасибо, надеюсь, было полезно. Если вам не трудно, буду ждать в социальных сетях от вас отзыва о своей работе, для меня важно, и важно говорить, может быть, что не понравилось, не может быть вообще в принципе, что не понравилось, что бы хотелось еще услышать, понять. И для меня будет очень важно получить от вас обратную связь. Всем огромное спасибо. Мы сегодня с вами будем говорить про дизайн презентации социальных проектов. Немножко по-другому называлось непосредственно мое выступление, но это будет топ вредных советов от дизайнера. Меня зовут Евгений Князев, я продуктовый дизайнер, я копирайтер. Можно подписаться на какие-то мои соцсети, вдруг вам захочется, вообще говоря, задать мне вопрос. Кстати, о вопросах их можно формулировать уже в процессе презентации, чтобы задать в конце, временно это обязательно будет. Кто такой продуктовый дизайнер, я надеюсь, понятно. Это не тот, кто придумывает упаковку для сыра, который вы видите в пятерочке, это тот, кто делает цифровые продукты. Причем я их не только делаю, но и потом впоследствии презентую, поэтому в этой области у меня довольно большая практика. Ну, поехали. Собственно, совет номер один. Не привлекать дизайнера и копирайтера вообще никогда, потому что постоянно можно слышать истории о том, что наняли дизайнера, фрилансера, кого-то долго искали. В результате вся эта история с тестовыми проверками и всем остальным заканчивается тем, что люди просто теряют деньги, толку никакого. Какие-то макеты из интернета им скидывают. Вообще, короче, никогда не нанимайте дизайнеров, копирайтеров. Это все глупости. Лучше самим все написать. Ну и, собственно, давайте разбираться, как это сделать. Больше текста — это основа любой презентации. Нужно как можно больше текста, причем в тексте как можно больше воды. Дело в том, что люди ненавидят картинки, ненавидят видео, ненавидят анимации, ненавидят инфографику. Как можно больше текста, больше воды. Вот читали Толстого, например, да? Помните, насколько у него сложные тексты? Вот точно так же надо писать. Можно даже на французском. Огромные абзацы растянутого текста на весь лист. Кегать, чтобы поменьше, там где-то 12 и 11. Слова посложнее, можно использовать негдецизмы, слова из какой-нибудь профессиональной области обязательно. И даже те слова, которые вы только позавчера сами узнали. Если вам кто-то вдруг скажет про Ильяхова, Сарычева, инфостиль, отвечайте, что вы вообще не журналист. Вам нужно по-настоящему писать хорошие тексты, и чтоб прям за душу брало. Ну и, естественно, избегайте разнообразных схем, упрощений, видео, анимационных инструкций. Ваша аудитория 100% достаточно умна, язык совершенен, чтобы все представить в своей голове. Очевидно, все все верно поймут. Как иначе. И, конечно же, побольше эмоджи. У вас должна быть ровно одна слабость, это слабость смайлики. Маркетологи ведут статистику, они прекрасно знают, что смайлики усиливают эмоциональные вовлечения. Запись в Фейсбуке на 57% больше лайков будет собирать, на 33% больше комментариев. Жалко, что, правда, эти самые эксперты не пояснили нам, сколько нужны эмоджи, но ведь явно чем больше, тем лучше. Верно ведь? Ну, есть, правда, несколько другое исследование про деловую переписку. Там написано, что те, кто использует эмоджи, их воспринимают как менее компетентных. Но это, конечно, бред, потому что вы посмотрите на этот график, он серый, скучный, и явно там написано неправда. Явно то, что они пишут про компетенции, это тоже бред, и вообще там ни одного смайлика, как они вообще собираются увлекать свою аудиторию. Продолжаем. Я покажу вам сейчас два сайта. Это сайт-главретный сайт-типограф, собственно, от Ильякова и Лебедева, и это вообще очень странно, что их до сих пор не запретили, потому что там можно только посмеяться над тем, как бездарно они пытаются исправить наш идеальный текст. Серьезно, кто вообще будет пользоваться сервисами, которые сами автоматически помогают вам сделать текст лучше и соблюдать правила оформления? Звучит как вообще полный бред. А потом еще и роботы, наверное, будут за нами пол подметать, а с людьми не рассеять общаться. Но это чересчур. Следующий совет — это нужно брать все со стоков. Если уж пришлось что-то добавить в презентацию, кроме текста. Ну и, естественно, просто забивайте в поисковик, не заботьтесь об авторских правах. Всем известно, что оригинальный контент, он абсолютно того не стоит, его долго делать, а профит от него почти нулевой. Соответственно, людям нравится копипаста, издовольных глазубых людей, банальные ассоциации в духе доверия. Это два мужчины, которые пожимают друг другу руки в таком духе. Соответственно, старайтесь, старайтесь выполнять эти советы. Команды — это обязательно, не знаю, какие-нибудь спортсмены, но вы поняли. Дальше забудьте про структуру презентации. Структура презентации — это какая-то там проблематика, введение, вот это все вам абсолютно не нужно. Только самый бездарный человек будет задавать четкую, понятную структуру презентации. Предпосылки вообще должны идти в самом конце. Начинать стоит с сердцевины, сразу бросая вашу аудиторию непосредственно в омут с головой. Знаете, есть такой способ учить плавать, когда просто бросают в озеро и наблюдают. Вот здесь то же самое, еще раз. Никакой четкой структуры. Еще хуже, если вы сделаете разделяющие слайды, которые делят презу на мини-темы. Это прям верхний профессионализм, а никогда так не делайте. Ну и вообще не держите людей за дураков, они прекрасно разбираются в контенте любой сложности. Хуже, хуже, чем структура, может быть только сторителлинг. Человечество явно впустую потратило тысячи часов, пытаясь придумать какую-то схему для хорошей истории, от которой за уши не оттащишь. Ничего не работает лучше, чем сбивчивая речь во всем и ни о чем одновременно. Тем более не стоит пытаться захватить человека эмоционально. Все эмоции — это пустая трата времени. Мы существа строго рациональные, особенно когда речь идет про социальные проекты, про какие-то вообще, в принципе, проекты, деньги. Мы там вообще на эмоции не опираемся. Может быть, при выборе вечернего платья, но при проектах, бюджете, эмоции — это не про нас. Ну и, собственно, как и в продолжении темы эмоций, никаких шуток, никакого юмора, никакой самоиронии. Абсолютно точно вас воспримут как глупого, некомпетентного человека, если вы будете признавать свои ошибки, как-то пытаться разрядить атмосферу и демонстрировать средствоустойчивость через самоиронию, если что-то вдруг на вашей презентации идет не так. Видели, например, презентации Apple? Там, когда Siri не понимает чего-то, тысячи людей смеются. Естественно, смеются над ними, а не с ними. Вот это, конечно, позор. Ну а если вы уж решили как-то шутить в своей презентации, то используйте что-нибудь максимально старое, классическое. Во-первых, шутки такие уже, они защитили себя временем, стали живой классикой. А во-вторых, нужно помнить, что оригинальный контент, он, в принципе, никому не нужен. Мы с вами об этом уже говорили. Соответственно, естественно, не нужно готовиться заранее. У вас великолепный текст на презентации. Если что, люди его прочитают. Если что-то не поймут, к нашему шестому совету, презентация ваша и так уже очень хороша. Да и вообще, зачем писать дополнительный текст какой-то, что-то рассказывать людям, если он весь уже на слайдах. Просто встаньте, возьмите микрофон, или в нашем случае с постковидными временами сядьте и наденьте наушники, и прочитайте все монотонным голосом. Вдруг вообще среди вашей аудитории все-таки есть идеалы, или люди, которые забыли надеть линк за очки и не смогут прочитать ваши замечательные текста. Ну, само собой, никаких репетиций предварительных точно не нужно делать, потому что мы что, мы в четвертом классе, чтобы устраивать эти показные чтения. Я вот, например, вообще никогда не нервничаю на публичных выступлениях и вам советую. Ну, и седьмой совет. Не нужна никакая идентика вашему проекту ни в презентации, ни в принципе, потому что бренд — это, в принципе, какое-то очередное слово, которое за собой ничего не несет. Ну, может быть, там для E-Plan, может быть, для Coca-Cola. Это еще имеет какое-то значение, но куда нам с вами, с предпринимателем и инициатором каких-то проектов. Мы слишком маленькие для этого, естественно, у нас ничего с вами не получится. Попытка вообще выявить свой фирменный стиль, это пустая трата времени, она заведет в тупик и заставит себя чувствовать еще более некомфортно. Придется задавать себе вопросы, а кто мы, какая у нас миссия, какая у нас цель, как мы хотим общаться с аудиторией. Естественно, все эти вопросы неприятные, надо будет думать, что-то отвечать, записывать, не стоит. Ну, и вообще, если все еще и пройдет неудачно, то вас запомнят из-за этих фирменных цветов, фирменных элементов, а потом будут смеяться. Не стоит, не стоит так делать. Ну, и, конечно, бонусный совет, не читать мою статью, которая здесь по ссылочке. Там вообще слишком много про какую-то психологию восприятия, взаимодействие дизайна с человеком, слишком хорошо прописаны шаги по типографике, по оформлению. Зачем вам это нужно? И вообще там, если заголовок прочитать, там что-то про интернет-магазины, я не рекомендую. Ну, и, собственно, задавать вопросы я тоже не рекомендую. Вот. Оно явно того не стоит. Просто давайте посидим, помолчим оставшиеся 10 минут. Это явно веселее, чем общаться и узнавать что-то новое. Потому что я решил, что у вас будет сегодня очень много прям таких жестких лекций, нужно будет как-то вас раззадорить. Даша, это, конечно, шутка, да, на всякий случай уточню. Обязательный пункт FTC для дизайнера под проект. Смотрите, тут, во-первых, нужно, конечно, отталкиваться от проекта, который вы хотите, но я бы начал с того, что проработал идентику, понял вообще, для кого вы это делаете. То есть обязательно вам нужно понять сельвую аудиторию, с кем вы будете работать в дальнейшем, с кем вы будете этот проект утверждать. И нужно сделать так, чтобы дизайнер это тоже понял и смог вам тогда помочь. Это один из первых пунктов. Потом надо обязательно понимать, чем вы вообще, что вы от него хотите. То есть конкретно говорить о том, что нам нужен логотип, нам нужны обложки для соцсетей, нам нужны баннеры для рекламы в Facebook, нам нужен, не знаю, если это не только дизайнер, но и, например, монтажер, нам нужен видосик или какая-нибудь анимация, нам нужен фирменный стиль для презентации, визитка, вот это все. Потом нужно вообще, в принципе, чтобы дизайнер обязательно понимал идеологию вашего проекта, чтобы он понимал, что нахвость, то есть настроение, с которым вы подходите. Хороший дизайнер, вообще говоря, сам задаст эти вопросы вам, но, естественно, если вы оформите это в документ, это сильно сэкономит вам время заранее. Соответственно, вы сможете меньше времени дальше потратить. Но важный момент, что когда вы все-таки начинаете работать с дизайнером, обязательно надо созвониться и ответить на все его дополнительные вопросы. Это, во-первых, покажет вам, ну, уровень его вопросов, покажет вам, насколько хорошо он вообще понимает свою область и то, чего он хочет. А во-вторых, это позволит вам найти прямой контакт. У нас обязательно, когда мы начинаем работать, мы созваниваемся. Спасибо вам за такие приятные отзывы. Да, все советы вредные, поэтому не выполняйте их. Какие кавычки лучше? В правилах русской типографики для русского языка нет вопросов лучше, есть просто правила. У нас есть следующие истории, что внешние кавычки должны быть елочками, а внутренние кавычки внутри елочек, они должны быть лапками. Типограф, на который ни в коем случае не нужно заходить, он сделает это все за вас, если вы просто возьмете и добавите непосредственно свой текст в типограф. Егор. Про теорию близости долгая тема, если у нас не будет других вопросов, мы обязательно ее обсудим. Если сам решил заняться оформлением, нужно, конечно, с кем-то советоваться однозначно, лучше советоваться с дизайнером. Но если сами решили заняться оформлением, то в первую очередь нужно посмотреть на референсы, нужно тоже понять, какой аудитории вы это все делаете, понять, где они находятся, к какому визуалу они привыкли, насколько ваш визуал подходит. Соответственно, дальше, после того, как вы определите свою целевую аудиторию, посмотреть, к какому визуалу они привыкли и пытаться с ним идти. Но вообще, в целом, если вы сами собираетесь заниматься оформлением, старайтесь просто не перебарщивать с визуальными эффектами, стремиться к каким-то минимальным вещам, писать как можно больше текста, это мой вредный совет, как помните, и как можно меньше картинок, инфографики и всего остального. Причем, неважно, что в публичной презентации, что непосредственно в всяких документах, которые, ну, в презентации каким-нибудь людям, с которыми вы это, которые должны одобрить этот проект. самый популярный вредный совет, который мне приходилось слышать. Я думаю, что самый популярный вредный совет, который приходится слышать вообще всем, не беспокойся, все обязательно пройдет по плану. Естественно, по плану никогда ничего не идет, все, что-то происходит плохое условно, и это нормально, к этому нужно быть готовым, и нужно быть готовым к тому, чтобы как-то из этой ситуации выплывать, то есть импровизировать это нормально. Сколько времени разрабатывается дизайн? Дизайн мерча, роллап, анимация для видео. Я думаю, что на это все нормально заложить неделю-две, вот, учитывая, что, ну, мы говорим о разработке, соответственно, будет несколько итераций, вы там сначала поговорите с дизайнером, обсудите с ним все, он вам покажет скетчи, после этого вы утвердите скетчи или не утвердите скетчи, пойдете в другую сторону, потому что он вас не понял, дальше вы после скетча начнете утверждать уже конкретные объекты, то есть артефакты, там, макапы, для роллапов, анимации и всего остального. Но вот с анимацией для видео вообще это довольно большая тема, то есть там зависит от длины видео и от уровня анимации, соответственно, если вы хотите, чтобы вам сделали анимационный мультик на 20 минут, то там нужно значительно больше времени. В целом, конечно, это все можно сделать вообще и за три дня, если вы уверены, что там дизайнер уже понимает ваш временный стиль и все осознает и готов работать круглые сутки. Но лучше заложить вот неделю-две на то, что вы написали, особенно если там какая-то классная анимация долговременная. какие характеристики проекта нужно рассказать дизайнеру, чтобы получить качественный логотип? Вашу идеологию, ваш посыл, ваше настроение, то есть тот самый присловленный tone of voice, если вы хотите, чтобы этот логотип был, например, самый ироничным или он придавал какую-то глубокую мысль обязательно, лучше всего сформулировать статью довольно кратко, а потом наоборот раскрыть, то есть чтобы у дизайнера было там одно-два предложения, смысл, которых он понимает глубже, но при этом они кратко как-то зафиксированы. А потом еще нужно сказать, в каком визуальном стиле по-хорошему вы хотите его получить. Сейчас самый трендовый стиль это минимализм. Вот, минимализм это когда у нас простейшие элементы, в них можно очень много смысла добавить и непосредственно потом легко получить какое-то узнаваемое лого, но при этом опасно, потому что вам могут начать советовать сделать логотип треугольничек и для небольших проектов это довольно плохая история, потому что вряд ли у вас получится захватить рынок и сказать, типа, треугольнички принаши. Теория близости. Ну, если вкратце, то, конечно, лучше пойти и не читать Горбунова. На самом деле, конечно, лучше пойти и почитать Горбунова, почитать Лебедева. Они прекрасно это все объясняют несколько раз. В целом, история в том, что объекты, которые вы визуально видите, и они находятся ближе друг к другу, они воспринимаются как единое целое. То есть, если вы посмотрите, например, на последний слайд, у нас довольно близко находится текст к моему имени, потому что это заголовок и подзаголовок. И точно так же, наоборот, подальше находятся социальные сети, а относительно друг к другу они находятся ближе. Так мы делим пространство на несколько визуальных блоков. Здесь их, собственно, четыре. Это верхний слой, который как раз содержит некоторый фирменный элемент компании, в которой я работаю. Моджо. Это мое имя с еще одним вредным советом. Это мои фотографии и мои социальные сети. Если бы мы, например, сделали расстояние между моим именем и подзаголовком про не подписывайтесь на инстаграм и не задавайте вопросы, таким же, как и от соцсетей, то тогда бы воспринимали это все как один единый блок. Соответственно, таким образом вот это пространство белое или черное или любого другого цвета, который у вас есть, как фон, вы с помощью него можете управлять вниманием пользователя и показывать ему то, что взаимосвязи без непосредственно их объяснения языком или текстом или еще чем-то. Люди сами прекрасно понимают, что вот это одна кучка, это другая кучка и это работает хорошо. Это не вредный совет, это хороший совет. Так, у нас осталось еще 4 минуты. Насколько я понимаю, можно задать еще несколько. Тезисы психологии и восприятия цветов. Короче, очень да, давайте сначала психологии и восприятия, потом на 5 минут количество слайдов тоже расскажу. про психологию и восприятие там на самом деле все сложнее, чем просто говорить типа синий это спокойный цвет, красный возбуждает аппетит. Это, конечно, все полный бред, потому что это контекстуальная история. Если вы смотрите на Айфа-банк, вряд ли вы воспринимаете его как банк, который возбуждает вас аппетит. Но, а если вы смотрите, например, на плашку со скидкой красненькую, соответственно, она тоже не вызывает вас аппетит, она просто привлекает ваше внимание, потому что красный это цвет с самой длинной волной и он максимально издалека виден. Поэтому нужно смотреть по контексту. Если у вас красный везде используется как цвет запрещения, например, то было бы глупо потом делать какой-то объект, которому вы хотите привлечь позитивное внимание красного цвета. Естественно, люди там привыкают к тому, что красный это запрет, зеленый это разрешение. Это тоже нужно знать. Но в целом любой цвет можно использовать любым образом и придавать ему значение внутри своего собственного контекста. Это показывает нам кучу всех цветов радуги вообще проектов. Там те же банки мы можем посмотреть, что какие-то синие, какие-то желтые, какие-то красные, какие-то зеленые и так далее. Это абсолютно никак не влияет в конечном счете на них, а влияет совсем другие вещи. Чтобы оценить вообще любое количество слайдов на любое время, нужно просто их сделать, а потом посмотреть, как много текста вы собираетесь наговаривать, с какой скоростью и после этого просто поставить таймер и посмотреть, хватит вам на 5 минут или не хватит вам на 5 минут. Вот я рассчитывал на 20 минут, я на 20 минут и рассказал. Ох, Егор, зачем нужны логотипы? Да, конечно, не нужны логотипы. Не делайте логотипы. Это девятый бонусный совет. Они абсолютно, конечно, никому не нужны, чтобы был какой-то знак, с которым вы быстро ассоциируетесь, на который вы можете поставить любое место и люди вас узнают, зачем вам это нужно вообще. Опять же, не дай бог, они запомнят, потом что-нибудь плохое произойдет и навечно будут ассоциировать вас с этим провалом, ведь люди никогда ничего не забывают и не прощают. Не стоит, не стоит. Ох, Юлия, ценовые категории на сайты это очень интересный вопрос. Я думаю, что даже минут на него не хватит, потому что, во-первых, непонятно, что такое среднее качество, во-вторых, сильно надо определиться с тем, что это за сайт. Видимо, у вас что-то типа корпоративной визитки, где довольно мало взаимодействия с пользователем. Я думаю, что меньше 50 тысяч на него точно тратить не нужно, лучше больше, конечно же. Опять же, есть очень много компаний на рынке, вообще диджитал рынок настолько сильно разнообразен, что в первую очередь надо смотреть на портфолио, потом уже на ценник и потом еще разговаривать и смотреть, насколько эти ребята вам в принципе подходят, потому что, как ни странно, о чем все забывают, вам потом с этими людьми взаимодействовать не один месяц и стоило бы подольше с ними пообщаться. Ирина рекламирует платформу VIX, можно в принципе делать и на Tizi и на ReadyMagy, они довольно простые и если вам не сильно какие-то нужны важные вещи, то можете попробовать вообще самостоятельно. Да, это действительно недорого. Все зависит от потребностей, тут нужно смотреть конкретно. по цене дизайна. Я не занимаюсь оценкой дизайна, если честно. Футболки, роллап, короткая анимация. Нет, я не рискну сейчас давать вам оценки по деньгам. Все-таки маловато информации для этого пока что. Я так понимаю, что у нас закончилось время. Вот, есть ли у нас еще время, скажите мне, организаторы я думаю, что надо заканчивать. Вот, спасибо вам за интересные вопросы и за то, что послушали, надеюсь, что вам это поможет. А, нет, мне дали еще две минуты. Окей, последний вопрос тогда. а не будет последнего вопроса. Потому что кто же, кто же ему сможет. Что, Егор? Зачем нужны статьи? Для продвижения? Ты, получается, сам ответил на свой вопрос. Если вы публикуете статьи на каких-то сервисах, где есть уже собственная аудитория, это простой способ ее привлечь. Если у вас хорошая статья, если вы сделали ее не по вредным советам, если она действительно интересная, передает ваши эмоции, передает ваш уникальный опыт, который может быть полезен другим людям, то на большинстве сайтов ее либо опубликуют, там будут комментарии, к вам потом будут обращаться люди, либо там есть самая модерация, и люди просто будут ее лайкать, и это даст вам максимально большую аудиторию с этого сайта. Соответственно, вы получите просто кусочек популярности, возможно, спонсоров, возможно, еще что-то. О трендах продвижения. Я бы не сказал, что стритейлинг это тренд продвижения, это скорее способ передачи информации, который у нас есть, просто люди привыкли вообще, есть даже такой, так скажем, течение психологии, которое фокусируется именно на историях. Она говорит, что в принципе люди привыкли слушать истории, им нравится слушать истории, и историями стоит их завлекать куда-либо ничем иным. Спасибо вам еще раз. Хорошего дня, хороших оставшихся презентаций. Пока-пока. Музыка ушла так, так, так. Здравствуйте все. Я надеюсь, что меня видно, надеюсь, что меня слышно. Меня зовут Иван Притуляк, и я рад, что вы смогли время сегодняшнее уделить своему любимому делу и узнать, каким же образом разумнее всего прокачивать, раскачивать социальные проекты. Давайте я представлю, чтобы было понятно, почему именно я сегодня могу про это говорить, и заодно я бы с большим удовольствием хотел бы увидеть от вас, которые сейчас меня смотрят в чате, ваши имена, и если вы уже сделали какие-то реализованные социальные проекты, было бы круто либо ссылки на них посмотреть, либо в двух, трех, четырех словах описание того, что именно вы делали. Меня зовут Иван Притуляк, я радиопродюсер и радиоведущий, тренер по коммуникации и еще у меня есть всяких разных там регалий, связанных именно со взаимодействием между людьми. Я обладатель премии Радиомания за лучший социальный проект 2016 года, который делал на волнах Радио Сибирь, назывался этот проект «Сибиряк поможет». Я один из организаторов проекта М, проекта по перезапуску ОНской подземки как арт-пространство. Я бы очень хотел понять, видно ли меня, слышно ли меня, поэтому я прошу тех, кто имеет доступ к чату, в этот самый чат написать, что там происходит. Слышно ли меня, видно ли меня, поставить плюсы. Я вижу, что сейчас у нас 13 участников в этой группе. Ага, Даша вижу плюс, Юля вижу плюс. Отлично, супер. Вот, я тогда открою, чтобы было отлично. Да, Олег, Алена, Елена, Юля, Дарья, и Женя. Рад вас видеть, рад вас слышать. Итак, ребят, мы начинаем с вами разговор о том, как нужно продвигать социальные проекты. Разговор этот будет интересный, я думаю, что он будет во многом диалогом, потому что нету какой-то универсальной, универсальных законов, по которым ведется продвижение, есть некие общие рекомендации, и есть конкретные кейсы, которые помогают нам развиться, и с помощью которых мы можем двигаться вперед, убрать какие-то вещи для своих проектов, и собственно делать это дальше. Поэтому я прошу вас еще раз, если у вас уже есть готовый проект, напишите, пожалуйста, в чат «Да», и напишите, какие проблемы у вас возникали в связи с проектами, которые вы пытались реализовать. Я уже пока начну рассказывать, то, зачем мы все здесь сегодня собрались. Продвижение социального проекта это комплексная, интересная очень процедура по ряду причин. Во-первых, социальный проект, к сожалению, многими воспринимается как так называемая социальщина. Та вещь, которая заведомо может не представлять большого интереса, скажем, для новостных порталов, для радиостанций, для еще чего-нибудь наподобие. И поэтому зачастую продвинуть что-то под эгидой социального проекта получается с трудом. В этом варианте первое, что мы должны с вами запомнить, это то, что мы должны правильно подобрать название для того, чем мы с вами занимаемся и какой проект мы собираемся двигать вперед. Приходить куда-то в рекламные органы и говорить, что, ребята, у меня есть социальный проект, к сожалению, может быть неэффективно, потому что социальных проектов огромное количество приносит. И в том случае, если вы зайдете именно с этой карты, вряд ли кто-то откликнется к вам напрямую. Будем откровенны, коммерческие структуры это структуры, которые зарабатывают деньги и они хотят хоть какую-то пользу поиметь с того проекта, который вы принесете. Но это я забежал немного вперед. Так, вижу, Елена написала, есть готовые проекты, волонтерские акции. Хорошо, Лен, напишите, пожалуйста, вот кто про волонтерские акции написали, напишите, пожалуйста, какая у вас ключевая проблема слэш вопрос есть в связи с продвижением этих самых волонтерских акций. Вообще, два слова о том, как у нас будет происходить наше сегодняшнее общение. Я хотел бы выстроить его в формате диалога. Я поделюсь опытом своим, продвижением своих проектов, какие-то базовые вещи по продюсированию вам расскажу. И, пожалуйста, в процессе пишите вопросы, потому что отвечать на конкретные вопросы по поводу конкретного кейса гораздо полезнее, чем говорить некую общеобразовательную теорию. Тем не менее, вернемся к общеобразовательной теории. Смотрите, мы хотим, чтобы в нашем социальном проекте приняли участие какое-то количество людей. В социальном проекте не бывает сферический проект в вакууме. У него всегда есть очень четкая, конкретно определенная целевая аудитория. И я сейчас говорю не о тех людях, на которых направлено получение пользы в этом социальном проекте. Грубо говоря, если мы делаем благодарительный концерт в поддержку интерната слепых, то целевая аудитория в этом случае является не люди, находящиеся в этом интернате, а те люди, которые потенциально могут помочь нашим благополучателям. Поэтому всегда делая любой социальный проект, вы должны очень четко иметь портрет того человека, на которого вы работаете. Приведу пример из радийной сферы. Радио это работа в первую очередь с эмоциями, это работа в первую очередь с конкретными людьми. И у нас на радиостанциях есть почти вырезанный из картона профиль человека, для которого мы работаем. Мы знаем имя этого человека, мы знаем пол этого человека, мы знаем возраст этого человека, Мы знаем, какой режим дня у этого человека, мы знаем, каким образом можно взаимодействовать с этим человеком, в какие социальные сети он подписан, где у него есть аккаунты, мы знаем, каким образом он подписан на что в Телеграме. Все эти вещи мы знаем. Мы знаем, какие программы ему нравятся, мы знаем, какие телешоу он смотрит, мы знаем, какие локальные мероприятия он посещает. Поэтому для того, чтобы ваш социальный проект имел успех, вы должны абсолютно точно понимать портрет этого самого целевого потребителя контента. Портретов может быть несколько. Приведу пример. Была акция, про которую я рассказывал «Сибиряк поможет». Суть ее заключалась в том, что однажды, когда в нашем городе выпало огромное количество снега за ночь, город встал в транспортном коллапсе. Были пробки 10-11 бальные, и люди банально в течение рабочего дня не могли добраться ни до работы, ни доехать ни до школы, ни докуда. Мы на радио открыли пункт приема заявок, но это был пункт приема двусторонний. С одной стороны, мы собирали заявки у тех людей, которые не могли никуда приехать, в которых машина закопана была, которые не могли двери открыть в своих квартирах, не могли выйти банально. И с другой стороны, мы принимали заявки тех людей, которые, наоборот, обладали мощными тачками, у которых были возможности кому-то помочь, которые работали на тягачах или еще где-то. В итоге мы сводили этих людей воедино, и, собственно, так и получилось удачно взаимодействие между нашими слушателями. После этого мы запустили длительную акцию «Сибиряк поможет», и была группа ВКонтакте, в рамках которой те люди, которые могли помочь, они получали специальную наклейку «Сибиряк поможет», а те, кто хотел обратиться, они делали сообщение с хэштегом «Сибиряк просит помочь». И это были две разные целевые аудитории, как вы понимаете. Естественно, что первым мы апеллировали с теми словами, что «Ребята, если у вас есть проблемы, какие-то засады, какие-то сложности, пишите нам срочно с хэштегом в любой социальной сети». А во-вторых, мы стимулировали следующим образом. «Ребята, если вы поможете, то вы сможете в нашем эфире заказать абсолютно любую песню, которую вы захотите, из тех, что есть в плейлисте, но в любое время и с любой подводкой, любым текстом». И это работало, и людям было интересно. Лояльные слушатели с большим удовольствием принимали в этом участие. И у нас были случаи, когда девушка, у нее был ребенок-каутист, и она не смогла довести его до детского садика. Она написала об этом в наш общий чат. В общем чате мы это озвучили в эфире. И отозвался мужчина, который на внедорожнике приехал к ней через все бураны, взял их вдвоем в машину, довез ребенка до детского садика, а ее до работы. И, собственно, в ответ попросил песню «Ware the Champions». И это было один из самых, пожалуй, ярких таких впечатлений вот этой акции, и все получилось очень-очень удачно. Хорошо. Первая моя мысль как раз заключалась в том, что вам точно нужно понимать, кто ваша целевая аудитория, где она вводится и что она слушает. Понимая эту целевую аудиторию, вы можете абсолютно точно понять, через какие каналы на эту целевую аудиторию необходимо воздействовать. Допустим, я уверен, что если ваша целевая аудитория ребят молодые, в возрасте 16, 18, 20, 23 лет, то вряд ли вам есть смысл обращаться на какие-то живые FM-радиостанции. В этом возрасте радио уже не слушают, потому что есть гораздо больший пул получения информации. Это социальные сети, это телеграм-каналы, и это, вполне возможно, подкасты. Если же ваша аудитория, наоборот, более-менее взрослая, допустим, от 25 до 35, тогда есть смысл обращаться на некие радиостанции, на некие телеканалы, чтобы вы смогли свой месседж донести до своей целевой аудитории. Следующая проблема, с которой приходится сталкиваться человеку, занимающимся социальными проектами, это то, что мы давим не на те педали для того, чтобы с нами провзаимодействовали. К нам неоднократно приходили на радио ребята, которые делали социальные проекты, но они постоянно давили на жалость. И это, прямо скажем, не та история, к которой хочется присоединяться. Давайте мы будем с вами откровенны. В настоящий момент человека заставить вложиться деньгами или временем, апеллируя к жалости, маловероятно, потому что уже эта эмоция переэксплуатирована. Людям не очень хочется чувствовать серьезность момента. Людям хочется чувствовать, что они молодцы, выполняют свой социальный долг. Людям хочется весело проводить время. Людям хочется проводить время полезно. И когда вы приходите к кому-то на эфир, вы, преподнося свой проект, должны в первую очередь транслировать именно эти ценности. Если у вас акция по массовой высадке каких-нибудь, не знаю, там растений, то нужно заходить с той карты, что, ребята, будет крутая музыка, будет чай, будут печенюшки, будут отличные ребята вместе делать живой битбокс, будут какие-то классные парни делать поэй-шоу, и все это будет весело, бодро и интересно, и музыка будет та, которая вам нравится, ту, которую вы любите. Этим привлечь к социальной акции людей можно. А если вы начнете говорить о том, что вот, вы понимаете, как много деревьев в нашем городе выкашивают, как все это дело вырубают, к сожалению, вы вызовете только момент тюн-аута. Люди будут отключаться от вас, и вы не получите себе тех союзников, которых бы вы хотели. Теперь сделаю небольшую паузу, посмотрю, что у нас там по вопросам. Волонтерские акции, проект Фолкфест «Жить в согласии», вопрос «Дальнейшие взаимодействия с участниками однодневного проекта», приглашение к участию жителей. Интересные разнонаправленные вопросы. То, о чем я сейчас сказал, связанное со взаимодействием со СМИ. Напишите плюс, если понятно, что я имею в виду, и если что-то нужно уточнить, то тогда дополнительно задавайте вопросы. Вот. Так, что у нас? Волонтерские акции Фолкфест «Дальнейшие взаимодействия с участниками однодневного проекта». Спрашивает у нас Алена. Ален, здесь надо базово использовать социальные сети. Я думаю, что это абсолютно очевидная история. Если в вашем проекте было одновременно задействовано порядка 15-20 человек живьем, то разумно завести чат в WhatsApp или в Telegram. Мы так делали, когда делали большой бизнес-форум. У нас был специальный чат для активных людей, которые в нем участвовали. И мы, собственно, общение потом продолжали именно в нем. Если же ваш проект задействовал большое количество людей, например, какой-то глобальный форум, я не знаю, там какой-нибудь, что можно привести в пример, ну, какой-нибудь грантовый форум, да, то тогда, конечно же, делается страница в социальных сетях, ВКонтакте, делается чат в Telegram, и все общение происходит в дальнейшем там. Вообще, это очень интересная штука по поводу того, каким образом в дальнейшем выстраивать политику взаимодействия с людьми, один раз поучаствовавшими. Было бы круто, если бы вы после окончания этого дневного форума заслали людям форму-опросник, в которой вы бы выяснили несколько вещей. Первое. Что им понравилось в прошедшем мероприятии? Второе. Что, на их взгляд, можно было бы сделать иначе в прошедшем мероприятии? И третье. Что можно было бы сделать еще в том мероприятии, которое вы провели? Это позволит вам удлинить контакт с этими людьми, с одной стороны. С другой стороны, у вас будет официальный повод, что к ним обратиться еще раз. И с третьей стороны, в том канале, который вы используете для постоянного поддержания с ними контакта, что-то должно происходить. И здесь мы уже исходим из того, что нам необходимо для нормальной работы постфактум делать контент-план. Как делать контент-план, я надеюсь, вы знаете. Если вы не знаете, напишите туда мне в наш общий чат. Окей. Мы с вами проговорили то, каким образом продвигать можно себя через каналы радио, допустим. Радио и телевидение. Если что-то непонятно, пишите отдельно. Добавлю, что для того, чтобы можно было нормально продвигаться по этим направлениям, вам нужно очень точно уметь заводить знакомство. И знакомство с теми людьми, которые, собственно, какие-то программы делают. Если вы предпочитаете другие каналы связи, а именно подкасты или, допустим, YouTube-шоу какие-то, то здесь тоже все довольно просто. Обычно в подкастах и в YouTube-шоу есть ссылки на людей, авторов этого. И там точно так же можно напрямую взять и написать. И предложить, собственно, авторам этих подкастов и этого YouTube-шоу какие-то интересные плюшки. То есть помимо того, что вы вкатываете интересные предложения, связанные с вашей социальной акцией, вы можете предложить, каким образом их продукт, а именно YouTube-шоу или подкаст, могут быть интегрированы в вашу социальную акцию. Например, можно предложить записать подкаст непосредственно на месте высадки деревьев. И чтобы люди сделали там небольшую студию, чтобы живем со всеми шумами, эффектами всем остальным, они могли брать интервью у ребят, которые занимаются непосредственно высадкой. Или вы можете пообещать, что вы на подкаст приведете какой-нибудь совершенно эпического агромола, который может очень круто рассказать о том, какие растения растут в нашем городе, какие не растут, почему должны расти именно они. В общем, какой-то контентный интерес. Вы в социальном проекте разобрались, вы знаете всю его подноготную, вы можете найти что-то, что людей зацепит. По поводу подкастов, если вы считаете, что подкастов в нашем городе мало, вы сильно ошибаетесь. Достаточно открыть ВК-подкасты и посмотреть, как много вещей, связанных с Омском. В пространстве 306 квадратов периодически публикуют подборку локальных подкастов. Я делаю подкаст «Омск. Сцепление», который как раз тоже исходит от пространства 306 квадратов, и в него тоже можно вписаться, в него тоже можно прийти и рассказать что-то интересное, связанное с вашим проектом. В самом худшем случае вы можете самостоятельно взять и завести подкаст. Это технологически несложная операция. Чем прекрасен подкаст для описания социального проекта? Вообще, я не знаю, в курсе вы или не в курсе, в настоящий момент Россия переживает бум подкастового движения. Сейчас Яндекс.Музыка открывает отдельный раздел «Гигантские подкасты». Спотифай появился в нашей стране, и в нем вновь запускается проект «Подкасты». Apple Music ищет редактора подкастов в российский офис для того, чтобы подкасты могли развиваться, двигаться дальше и приносить людям много пользы и удовольствия. Подкаст – это аудиопрограмма, посвященная какой-то тематике, может быть, любого формата, как сольное высказывание, как диалоговое высказывание, как набор стрит-токов. И чаще всего от обычного шоу отличается тем, что эта тематика узкоспециальна, и у нее есть популярность меньше, чем у YouTube-канала какого-нибудь, но при этом та аудитория, которую подкаст слушает, она является очень преданной, очень лояльной и очень разделяющей ценности авторов подкастов. Так что, если вы чувствуете, что вам есть чем поделиться вашего социального проекта, заводите подкаст, пробуйте его делать, размещайте его у себя в ВКонтакте, распространите его по друзьям, и вполне возможно, что через подкаст вы тоже спустя определенное время сможете поддерживать контакт с людьми, которые с вами побывали один раз на акции, два раза на акции и так далее. Возвращаясь к ответам на вопросы, посмотрим, что нам тут пишут. Так, организация волонтерского обучения по спортивным направлениям. Как лучше заниматься продвижением и привлечением участников и партнеров из бизнеса? Со спортшколами соглашения уже подписаны на реализацию. Так, ну смотрите, спасибо за конкретный вопрос. Евгения, я так понимаю, это вы у меня спросили. Так, волонтерское обучение по спортивным направлениям. То бишь, это волонтерство на разного рода спортивных крупных мероприятиях, марафоны, всякие разные там олимпиады, универсиады и так далее и тому подобное. Как лучше заниматься продвижением и привлечением участников, партнеров из бизнеса? Ну, мы понимаем, что участники и партнеры из бизнеса – это несколько разная аудитория. Участников, я полагаю, что ваша целевая основная – это как раз либо те люди, которые занимаются волонтерством в других организациях, и в таком случае вы ищите в ВК других организаций и хантите у них волонтеров, либо же это, собственно, ваши собственные индивидуально отдельно взятые коллеги, студенты, школьники, может быть, которые учатся тоже в спортивных классах каких-нибудь или же около которых находится некий спортивное учреждение. По поводу партнеров для бизнеса всегда нужно прикидывать, а что именно вы можете им предложить, чтобы они в это дело вложились. Здесь две вещи нужно понимать. Вещь номер один – есть бизнесы, у которых ярко выражена социальная направленность. Они не скрывают этого, они исповедуют это, и они, собственно, готовы будут поддержать ресурсами, деньгами, чем угодно. На данном моменте я лично знаком с несколькими такими компаниями. Одна из них – это студия ИСАРТ-Медиа в нашем городе располагается. Они делаются социальные видео, социальные ролики, социальное кино полнометражное. ИСАРТ-Медиа называется. Очень хорошо себе зарекомендовали с точки зрения социального взаимодействия компания Мега, Леруа Мерлен, Бау-Центр. И взаимодействие с ними для меня всегда было, скажем так, очень вознаграждающим. Допустим, с Леруа вы можете взаимодействовать на предмет предоставления каких-то стройматериалов или же людей, которые могли бы вам помочь возвести какие-то уличные объекты. Или же, если вы занимаетесь какими-то экологическими акциями, то тоже ребята довольно хорошо откликаются. Тут просто нужно понимать. В первую очередь, подобным компаниям необходимо, чтобы ваша инициатива совпадала с их магистральной инициативой социальной ответственности. Если они совпадают, все круто. Если они не совпадают, скорее всего, вам откажут. Это первая категория компаний. Вторая категория компаний, про которую можно говорить, это те компании, у которых нет прямой социальной направленности, но которые могут поиметь некую пользу от вас, как от организаторов, и от аудитории, которая на ваше мероприятие может прийти. Здесь нужно говорить, наверное, о том, что именно вы можете им предлагать. Я думаю, что здесь скорее речит о предложении рекламных контактов. Любое спортивное мероприятие – это с 100% вероятностью большое количество людей. И если ваши волонтеры будут находиться в футболках с логотипом какой-то конкретной компании, которая дала на это денег каких-то, да, или же будут бежать по этой площадке с транспарантом, посвященной этой компании, то эти возможности все необходимо записать и этой компании предъявить. Сказав, ребята, вот такая вот вариант есть рекламной интеграции, все будет очень круто. Третий способ, с помощью которого можно привлечь компании подобного рода, заключается в том, что вы предлагаете бартер. Вы, как организатор, вы, как человек, занимающийся волонтерством, готовы сделать для этой компании что-то, не знаю, провести корпоратив, помочь в осуществлении их индивидуальной рекламной компании, организовать веселые старты, провести тимбилдинг. За что они вам, в свою очередь, дадут какие-то ресурсы, чтобы вы смогли реализовать свою волонтерскую направленность. Вот. Евгений, это я говорил специально для вас. Напишите, если вы получили ответ на желаемый вопрос. Если нет, давайте можем чуть глубже по этому еще повращаться. Так, Евгений, спасибо большое за развернутый ответ. Большое, пожалуйста. Юля пишет. Приведите пример подкастов и как их можно применить в социальном проектировании. Юль, мне с вами необходимо тогда уточнить. Социальное проектирование – это очень широкое, абстрактное понятие. Давайте конкретно. Что именно, какая цель стоит и кто целевая аудитория того, о чем вы говорите. Пока вы про это думаете, я приведу примеры нескольких подкастов из нашего города, к которым можно получить доступ, ну, буквально, погуглив какое-то небольшое количество времени. А подкаст, я сейчас специально даже залезу в телефон, потому что у меня эти все подкасты там указаны. Начну с самого простого подкаста «Омск. Сцепление», подкаст, который делается, грантовый подкаст Минмолодежи. И, собственно, в этом подкасте мы разговариваем с различными деятелями нашего города о том, каким образом небольшие люди делают крупные проекты. Он так и называется, он, кстати, послушный, великолепный, огромный опыт, очень-очень-очень интересный. Еще у нас запланировано несколько выпусков, так что вы можете каким-то образом попытаться в него вписаться. Второй подкаст, про который можно поговорить, это подкаст, сейчас я найду его правильное название, подкаст, который делает Дом культуры Мега. Им занимаются два замечательных парня, одного фамилия Ремыга, второго, к сожалению, я не помню. И они делают очень крутые, интересные диалоги с спикерами самых разных уровней. Они работают с федеральными спикерами, но к ним вписаться можно, опять же, если вы адекватно преподнесете свой проект. У них хорошая, большая аудитория, у них большая группа, в которой много зрителей потенциальных, но у них подкасты в видео преимущественно, то есть нужно быть готовыми к прямым эфирам, к взаимодействию визуальному, не только к аудиальному. Так, еще подкастик, сейчас я вам скажу, сейчас я вам скажу. Так, он у нас называется Медиа... Нет, нет, а, вот он. Медиаполис или Медиаполис. Сейчас последний подкаст датирован 5 июня, но я думаю, что вещь такая перевозникающая. 101 подписчик, это качественная аудитория, 24 записи, можно прийти к ним и с ними посмотреть, взаимодействовать, что интересного они готовы предоставить. Так, смотрим дальше. Юля, проект Folkfest «Жить в согласии». Юль, вот смотрите, я не отслеживал те социальные проекты, которыми вы занимаетесь. Представьте себе, что я сейчас своеобразный инвестор, я могу с вами взаимодействовать только через этот узкий канал. Folkfest «Жить в согласии» – увы и ах, это не говорит мне ни о чем вообще. В чем фишка будет этого проекта? Чем он будет интересен? Сколько людей в нем будут участвовать? Киньте эту информацию, и тогда мы сможем с вами более-менее определиться, как можно применить в проектировании эту самую информацию с подкастами. Так, мы с вами проговорили, пока Юля пишет, я напомню, мы с вами проговорили о аудиоканалах, о радио, мы проговорили о телевидении, мы затронули подкасты, YouTube-шоу. И давайте не будем забывать об одном, пожалуй, из самых высоко конвертируемых способах, а именно это публичное выступление. Я считаю, что публичное выступление перед какой-то группой народа – это один из самых эффективных способов завоевывания аудитории, один из самых важных и крутых и мощных способов приобретения себе союзников, ну и, грубо говоря, вербовки вам сторонников. Каким образом эти могут быть публичные выступления организованы? Смотрите, в городе проходит огромное количество самых разнообразных мероприятий, крупных, мелких, средних. Всякие проходят форумы, всякие проходят лекции. Да, с коронавирусом ситуация, конечно, изменилась, но мы надеемся, что это рано или поздно закончится и говорим о тех временах, когда этого не будет. Так вот, вы просите у организаторов 5 минут перед началом или перед финалом этого самого мероприятия или этой самой лекции. И за 5 минут вы питчите свою идею. Хорошая идея может быть рассказана за 5 минут, за 3 минуты, за 40 секунд она может быть рассказывана. И в том случае, если вы видите отклик в зале, вы потом спускаетесь вниз к этим людям и русским по белому говорите, ребята, мы готовы взаимодействовать, давайте. Вот наши адреса, вот телефоны, приходите туда-то, туда-то и туда-то. Очень хорошей площадкой для взаимодействия были так называемые городские пикники. Формат городского пикника, я думаю, многим из вас известен. В формате городского пикника проходило огромное количество самых разных мероприятий. Не только сам пикник, но и всякие там фестивали шашлыка, то, все, пятое, десятое. И вот встать туда со своей точкой, это очень-очень полезная вещь, потому что разом, находясь на одном месте, вы могли бы взаимодействовать как минимум с десятью тысячами самых-самых разных людей. Из этих десяти тысяч вся гораздо была бы какая-то доля, которая бы была, скажем, лояльна к вашим идеям, лояльна к вашим мыслям и могла бы каким-то образом реализовать что-то, что вам было бы необходимо и полезно. Хорошо, читаем дальше. Проект Фолкфест «Жить в согласии» 200 студентов Омса на фестивале. Фестиваль, посвящен объединению молодых представителей национальных культур Омского прииртышья. Хорошо, а делать что на нем будут? Это важный вопрос. Что именно будут на нем делать? Почему эти самые 200 человек, собственно, захотят туда прийти? Не потому же, что их будут загонять лопатой туда, или разнарядку от универа дать. А что будет такого там необычного и интересного, что был бы повод туда прийти? Может быть, вы будете записывать гимн Омской области на языках национальностей, которые составляют, которые будут в эту нашу самую область приезжать. Это же Фолкфест, правильно? Правильно. Может быть, там будет гигантский сейшн с национальными инструментами. И вы будете играть все вместе с «Smoke on the Water» каким-то образом так, чтобы это все было слышно, видно и прикольно. Может быть, вы будете ставить некий рекорд России. Опять же, это тоже реалистичная вполне история, который будет связан, допустим, с самым многонациональным исполнением гимна Российской Федерации. Какая фишка, в чем прелесть, в чем крюк, почему людям будет весело приходить на ваше мероприятие. Вот об этом я прошу вас подумать в настоящий момент. Так. Мастер-классы, тренинги, этноквизы и так далее. Ребят, смотрите, есть такое очень хорошее правило. Оно называется красивым научным словом бизнесовым «бенчмаркинг». У нас на театре это называется… В общем, мысль такая, что посредственности заимствуют гений и крадут. Читайте больше. Смотрите больше отчетов с разных крупных мероприятий. И смело думайте, какие идеи можно адаптировать. В этом нет ничего зазорного. Невозможно изобрести этическое колесо несколько раз. Если в городе этого не было, это можно смело использовать. Обратите свой взор на крупные пикниковые мероприятия, которые проходят в Москве. Пикник, афиши какой-нибудь там. Какие-нибудь фесты типа там Максидрома или еще чего-то. Обратите внимание на те вещи, которые происходят в Новосибирске, в Екатеринбурге, во Владивостоке. Смотрите на фотографии оттуда, на отчеты оттуда. Смотрите, каким образом реализуются разные проекты в домах культуры, которые массово сейчас по стране обратно реанимируются. Смотрите, что происходит во флаконе. Смотрите, что в гараже, в центре современного искусства происходит. И думайте, как эту вещь можно адаптировать под свои нужды. Людей, чтобы объединить именно социально значимые идеи, необходимо, чтобы они были изначально готовы к этому. Вы не сможете объяснить человеку, что очень важно заботиться об экологии, если вы будете говорить именно так. Вы можете объяснить ему, чувак, будет прикольный пикник, на которых ты сможешь получить подарок за то, что убрал больше всех мусора. Это прикольно, это весело, это интересно. На этом были построены экологические игры, если они память не изменяет. И вот когда это интересно и весело, вот тогда люди с удовольствием идут. И не нужно обвинять в том, что все легкомысленные балбесы. Отнюдь. Мы с вами такие, какие мы есть. Мы не можем очень долго находиться в глубокой боре и в сожалении. И в том, что имеет негативный социальный подтекст. Нет. Мы любим делать что-то вместе, мы любим, чтобы нам вместе было весело. Я повторяю эту мысль уже 29 раз, но тем не менее, хочу, чтобы вы ее запомнили. Поэтому всегда думайте о том, как будет круто и смешно на вашем мероприятии. Как это будет полезно и весело. Как-то так. Так, смотрим, что еще. Тренинги, этноквизы, интересные идеи и так далее. Вот. Про видео, аудио проговорили, про публичные выступления проговорили. Про СММ я не говорю, потому что это огромная, гигантская тема. И по большому счету львиная доля всех крупных социальных акций проводится с помощью четкого, внятного СММа. Но здесь, ребят, здесь просто вам необходимо самим этот скилл себе наращивать и стучаться в социальные сети и понимать, как именно это организовано. Тут я вам, к сожалению, не помощник. Тут вам нужно самим прокачивать эту историю и думать. Итак, подводя небольшой итог условно-лекционной части нашего взаимодействия. У меня еще 10 минут останется, чтобы на ваши вопросы напрямую поотвечать. Напомню, для продвижения вашего мероприятия вы должны понимать, первое, кто ваша целевая аудитория. В ходе состояния конкретного портрета. Пол, возраст, какие фильмы смотрит, какую музыку слушает, где водится, где стрижется, где ходит тусить. Второе. Какие каналы связи есть у вас с этой аудиторией? Что больше эти люди делают? Смотрят они видео, смотрят они YouTube, слушают ли они подкасты радио, слушают ли они, в принципе, какие-то телевизионные вещи, в каких чатиках в Телеграме они находятся, в каких Инстаграм-блогеров они подписаны. Исходя из этого, вы предлагаете этим каналам что-то интересное. Для видео и аудио, для радио и для телевидения какой-то интересный, симпатичный контент. Ваша бодрость, ваша яркость, ваши интересные анонсы, что будет там на мероприятии. Для блогеров-подкастеров интересные форматы интеграции. Вы приедете, сможете записать, у вас будет крутой спикер, которого я вам предоставлю. Вы можете снять интересные там видео, причем вот такие-то, такие-то и такие-то. Там будет ставиться рекорд, будет то-то, то-то и то-то. На публичных выступлениях вы можете завоевать сердца людей тем, что четко, сжато и внятно расскажете, в чем суть вашей идеи, и как на этой идее будет круто. Вот. Ну и радость и веселье – это то, с чем люди хотят соприкасаться и чем они хотят заниматься по возможности. Если ваш проект только про что-то серьезное, грустное и в упаковке вы ничего радостного не сделаете, увы и ах, скорее всего, ваш проект «Отклик» будет минимальный и от очень сильно замотивированных людей. Вот. На этом, я думаю, у меня все. Я готов отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, пишите их в чат, и будем посмотреть, как жить дальше. Так. Посмотрю, что уже до этого момента написали нам. Волонтерские акции, «Фолкфест, жить в согласии», взаимодействие с участниками одновременного курса – это я уже ответил. Волонтерское обучение – ответил. Примеры подкастов – ответил. А, нет, наверное, все-таки не совсем я ответил. Юль, смотрите. Если мы говорим про ваш проект, про «Фолкфест», как можно подкасты эти применять, стопудово у вас есть социальные сети тех людей, которые потенциально в этом проекте будут участвовать. Стопудово там будут участвовать некие музыкальные группы, стопудово там будут участвовать некие спикеры. Так вот, вы, как инициатор этого проекта, можете абсолютно спокойно обратиться к Минмолодежи и попросить, чтобы вы записали подкаст либо с теми, кто будет в этом проекте участвовать с музыкальной точки зрения, либо со спикерами какими-то крутыми, чтобы они раскрыли смысл и суть того, что будет происходить на этом самом проекте. Потому что, ну, «Фолкфест» — это же одна из форм существования контента. Есть некая глобальная идея, которую вы хотите продвинуть. Например, каким образом в нашей области сочетается такое огромное количество разных национальностей и с чем это связано. Почему наша область с точки зрения национальной напряженности является самым спокойным регионом в Российской Федерации. Вы для этого можете пригласить специалиста этнографа, можете пригласить социолога и в эфире об этом проговорить. И это будет вполне себе интересным началом попросить потом этот подкаст выложить в тех группах потенциальных людей, которые вы хотите к себе на проект получить. И люди начнут потихоньку понимать, что будет за мероприятие, в каком тоне будет там все это происходить и о чем вся эта история будет. Вот, как-то так. Жду ваших вопросов дальнейших. Давайте спрашивайте. Если у вас есть какая-то проблема конкретная, будет круто. Вы прям можете ее написать, я вам с удовольствием про нее расскажу. Так, Иван, как относитесь к черному пиару как к методу продвижения социальных проектов? Катерина, я отношусь к этому заведомо негативно, потому что время черного пиара уже ушло, вообще этот термин уже ушел постепенно. Сейчас идет речь о вирусном пиаре, и то эта история тоже постепенно уходит. Если вы хотите получить ту реакцию, которую... Если вас устраивает реакция на черный пиар, ну ок, пожалуйста. Я от черных всех средств продвижения банально закрываюсь, мне становится махом неинтересно. Если вы готовы продвигать свой проект с помощью незаконных средств, с помощью негативного каких-то оценок, то вряд ли это хорошо говорит о проекте самому. На мой взгляд. Я не рекомендую. Вирусность рекомендую. Приведу пример. Агентство Коперник, с которым я работаю, они делали очень крутую социальную акцию про потерянных людей. С 12 каналом они договорились о том, что во время одного из новостных выпусков в студии не будет новостника. И начинается отбивка часа, там 13.00, камера включается, идет заставка, и камера всю длину выпуска показывает просто пустое кресло, на месте которого должен был сидеть человек. Естественно, что это вызвало огромное количество звонков, заинтересованности, что это такое, куда, зачем, как, почему. И потом 12 канал и Коперник, они отбили это тем, что, вот смотрите, новостный ведущий пропал, потому что вы все смотрите новости, а ежегодно в Омске власти пропадает столько-то количество людей, потому что они уходят в лес, не взяв экипировку, там то, сё, пятое, десятое, и привлекли внимание к поиску пропавших людей, к лизеалерт. В общем, это было круто, это было интересно. С точки зрения вирусности, интересный еще был кейс, тот же самый агентство Коперник, с которым мы взаимодействовали, как креативщики в тот момент времени, делали фестиваль под названием Мегакон, косплей-фестиваль разных культур, субкультур. И символ этого Мегакона была акула Блохей, икеевская. И вот мы нашли костюм акулы, мы, получается, в этом костюме, этот человека в костюме акулы запустили ходить по городу, и, собственно, после этого огромное количество было видосиков, где эта акула качается на качельках, заходит в магазин, ест что-то, набрасывается на фигуру другую, большую ростовую. Это был хороший, прикольный контент, за счет яркого символа, людям потом удалось связать это с Мегаконом, но и получили мы хорошее такое освещение. Можно ли прогнозировать вирусность контента? Ален, вы знаете, я уверен, что подобного рода механики есть, но, к сожалению, я ими не обладаю, потому что это касается, в первую очередь, СММа. Я для СММа предпочитаю все-таки специалистов узкопрофильных набирать и с ними работать. Я больше по концепциям, я больше по некоему базовому такому планированию. Вот. Еще вопросы есть ли у вас? Неть? Ну, неть, так неть. На неть, как говорится, и сюда неть, и туда неть. Могу сказать в завершении нашего с вами диалога о том, что сейчас, в эпоху коронавирусной всей этой истории, действительно непросто организовывать массовые мероприятия. Основной формат этих мероприятий перешел в онлайн. Как хотите, думайте, но для меня онлайн, к сожалению, не такой яркий и не такой интересный, как, допустим, живой концерт или некое живое взаимодействие. Я уверен абсолютно, что когда наладится массовое производство вакцины, когда мы с вами сможем быть застрахованы от всей этой дурацкой истории, мы вновь вернемся к проведению совместных массовых мероприятий. И, скорее всего, желания участия будет гораздо больше. Потому что мы с вами существо социальное, мы не можем жить в отрыве от других людей. И я уже сейчас, хотя взрослый человек, чувствую огромное желание провзаимодействовать с кем-то, сходить на концерт. Я очень хочу находиться во взаимодействии с другими людьми. И поэтому первое время после отмены всех карантинов и после того, как мы будем иметь четкую защиту от коронавируса, я уверен со стопроцентной вероятностью, что будет всплеск интереса к массовым мероприятиям. Не наоборот, не отказ, не уход, а наоборот. Мы существо социальное, мы хотим быть вместе, мы хотим делать что-то совместно. И поэтому я уверен, что все ваши проекты, которые вы планируете, они будут иметь спрос, они будут иметь успех и они будут иметь, так сказать, полезное воздействие на общество и на сообщество. Вот. Все. У меня время завершается. Если вы хотите какие-то более глубинные консультации или более конкретно, чтобы мы рассмотрели ваши кейсы, группа ВКонтакте у меня «Притуляк и Притуляк», тренинги по коммуникации. Зовут меня Иван Притуляк, вы не перепутывайте, я на аватарке с масочкой нахожусь. Так что можете писать мне напрямую, и я думаю, что можно будет какие-то вещи вам помочь, как-то более конкретно, более про это рассказать. Ну что, у меня все. У меня все. Спасибо вам огромное за внимание. Хотелось бы, конечно, видеть ваши лица, хотелось бы говорить с вами напрямую, но пусть такой вариант тоже имеет право на существование. Спасибо за ваше внимание. Дорогие друзья, сегодня мы немало говорили о социальных проектах, лайфхаках в их реализации, продвижении и продюсировании проектов, их трансформации в нестандартных ситуациях, а также прокачке личных компетенций. Также на полях форума состоялась защита социальных проектов ребятами, которые планируют принять участие в грантовом конкурсе. А теперь пришло время пообщаться с теми, кто прошел путь от задумки до реализации социального проекта и готов поделиться тем, как же это здорово следовать за своей мечтой вместе с командой единомышленников. Здорово получать поддержку в ходе реализации проекта и в его окончании понимать, что впереди новая цель и новый проект. Смотрим! Мы занимались театром сначала в одном частном театре, просто как артисты. Потом, три года назад, мы решили основать свой частный независимый театр. Назвали его Центр современной драматургии. Еще через полгода мы получили на очень выгодных условиях вот это вот здание, в арт-центр на Любинском, на Ленин, на 9, что тоже является частной площадкой. Мы в взаимно выгодном симбиозе существуем. И по большому счету мы, ну как бы, официально мы не коммерческое предприятие, но мы зарабатываем сами себе. Мы хотели делать театр так, как он нам нравится, так, как мы считаем это правильно делать. Какие-то свои мои идеи, чтобы мы через это могли транслировать. И для этого мы создали вот такой театр. Естественно, так как у нас нет спонсоров, нет какого-то государственного финансирования, гранты – это единственная возможная для нас лакуна создать что-то, ну такое, визуально насыщенное в нашем случае. То есть мы в основном гранты берем на визуальное оформление спектаклей, на их там озвучивание, на приглашение дополнительных режиссеров из других городов, профессионалов, с которыми нам было бы интересно работать. Мы продавались на разный, первый самый грант, который мы получили от Министерства физико-культуры и спорта Омской области на форуме «Ритм». Мы взяли грант на оформление двух детских спектаклей. То есть тоже мы сказали просто, ребят, у нас все есть, у нас есть режиссер, у нас есть площадка, есть свет, нам нужно костюмы, нам нужно одеть артистов, чтобы детский спектакль был визуально красивый. Вот на это нам нужны деньги. Вот, пожалуйста, смета, вот столько стоит один костюм, примерно. Вот, пожалуйста. Здесь, ну, естественно, чем больше грант, тем сложнее потом отчетность. То есть там с президентским грантом, который был уже там на более серьезную сумму, там мы были очень внимательны и все очень грамотно там посчитали, собирали все это. Но по большому счету тоже это было, не скажу, что избыточно, но нам очень сильно помогали, к нам не придирались, нас грамотно управляли, у нас не было с этим никаких проблем. Мы уникальны своей командой. То есть мы делаем, что бы мы ни взяли, мы делаем это так, как нам кажется правильным, так, как мы это видим, так, как мы это хотим рассказать. У нас есть огромная наша зрительская комьюнити, которая нас поддерживает, которая нам помогает с материальной точки зрения. Там кто-то нам привозит, помогает там лесом, например, если человек занимается, он может там что-то подбросить для декорации, там или по цене заниженной, или вообще там где-то бесплатно как-то подвезти. Вот, ну костюмы нам приносят люди, чтобы мы это перешивали. Вообще, все, что мы не попросим, нам приносит, у нас есть группа Попрошайка ВКонтакте, где мы пишем, что нам необходимо, и люди нам с удовольствием это все приносят. Вот на самом деле, наверное, еще вот это вот зрительская комьюнити, вот такое общение со зрителем, мы знаем их очень хорошо лично всех почти. Ну, сколько это возможно. Где-то это просто потому, что нас, например, знали, то есть вот на первый грант, когда мы подавались, то есть люди, которые сидели в комиссии, среди них были люди, которые знали, кто мы и что мы делаем, и что мы за свои слова можем ответить. То есть мне там в течение пяти минут, которые мне дали, не пришлось нам сильно расписывать, что мы за коллектив, я просто сказал пару слов, зная, что там есть люди, которые знают, о чем речь. Вот, если говорить о президентском, например, гранте, то там мы просто выдались темой, наверное. То есть мы взяли грант на постановку в Омске спектакля по Достоевскому для бесов, значит, поднимали какие-то там темы, которые нам интересны, которые, видимо, были очень тождественные, ну, на то время для тех людей, которые гранты выдавали. Вообще во всем, когда люди что-то создают, если мы говорим о творчестве, мне кажется, самое главное – это делать это честно. Если люди делают это честно, во-первых, это сразу видно, а если я вижу, что люди делают дело честно, им нужно немного помочь, я могу это сделать, это, типа, как бы, почему бы мне не помочь? Это же, как бы, тоже логично. Гранты выдают люди. Людям должно быть понятно и внятно. Это то, что нам объяснили на первом самом форуме, он говорит, типа, вот, ребята, вот, нужно понимать, что это будет человек делать. Человек должен принять решение, дать вам денег или не дать вам денег. Для того, чтобы принять решение, ему нужно, ну, как бы, ему нужно внятно объяснить, представлять о себе, что вы разговариваете с конкретным человеком. Причем этот человек даже, он к вам предрасположен, вам не нужно ему что-то доказывать. Он, как бы, он хочет вас услышать. Поэтому, как бы, здесь действительно ничего сложного нет, надо просто делать. Я, когда первый раз попал на форум, я вообще не понимал, как это вообще делается, грантовая история, что это такое. Мне казалось, что это должны сидеть специально обученные люди с двумя высшими образованиями и, как бы, заполнять очень много различных, там, тонну бумаг, чтобы получить 2000 рублей. Казалось, что все гораздо проще, и это объясняется очень просто, объясняется доходчиво вот так вот на пальцах с примерами из жизни. Тут же ты общаешься с ребятами, которые получали гранты или не получали, и мне объясняют, почему у них не получилось. Там очень много информации. За неделю ты получаешь, и там же, то есть, были случаи, когда люди приезжали туда без гранта, ну, без какой-то заявки, но с какой-то идеей, и там внутри прям уже успевали ее оформить, потому что, ну, там среда позволяет. Если вы хотите сделать грант, оформить, но вам страшно, непонятно, то вам прямая дорога на форум. Там вам все очень понятно разжуют, за руку проведут просто вот от А до Б. Это же ваша идея. Если это то, без чего вы не можете существовать адекватно, то не могу не говорить, говорю вот именно вот об этом, вот это должен сделать, вот считаю это в городе прям необходимое, и будет хорошо, то это нужно делать. Все очень просто. С самого детства я мечтала стать врачом, и в студенчестве я решила помочь не напрямую, как врач-офтальмолог, а опосредованно людям с низким зрением, разработав специальную гимнастику для глаз. Мне удалось выиграть грант с первого раза. Уникальность моего проекта заключается в том, что мы разработали специальную методику для тренировки мышц глаза. То есть на самом деле там не было ничего трудного. Мы брали однотипные движения глазами, типа вверх, вниз, вправо, влево, но в определенной последовательности, и наложили эти движения на специальную картинку. Ну, то есть, и, соответственно, сделали тренажер. Еще мой проект уникален тем, что мы не только за один день провели гимнастику для глаз. Мы, так сказать, увековечили этот проект. Мы распечатали вот эту саму гимнастику, саму методику, мы ее распечатали на специальные бампера. Вот, сзади написали инструкцию и раздали всем желающим. Таким образом, каждый, у кого этот бампер сохранился, а уже прошел почти год, может делать зарядку, и я надеюсь, получать эффект достойный. Наверное, вера в свой проект. Когда я поехала на форум «Ритм», у меня была просто идея. Форум помог мне вдохнуть жизнь в него, что ли. То есть, когда ты не один, это здорово. У нас были прекрасные наставники. Также туда приезжал в баре Алибасов. И я к нему лично подошла и объяснила суть своего проекта. Он тоже подсказал мне несколько идей, которые, на самом деле, как раз таки ими я и пользовалась в реализации проекта. Самое главное – это видеть картинку, видеть именно то, что ты хочешь сделать. Потому что, если ты не понимаешь, что ты хочешь, вот прям по порядку. Если ты не понимаешь, что тебе там нужно три человека здесь, чтобы они делали именно это, это, это. Или есть какие-то проблемы в твоем видении проекта, оно никогда не получится. Наверное, самое сложное – это как раз таки социум. Было очень тяжело договариваться с людьми. Было не тяжело печатать бомбера с тренажером для класса, ручки для волонтеров, футболки. Было не тяжело делать именно это. Было тяжело договариваться с образовательными организациями. Было тяжело находить волонтеров. Но все это выполнимо. К сожалению, у меня не было. опыта в таком плане, поэтому мне, конечно, пришлось тяжело. Но Министерство спорта оказывало помощь и, в принципе, волонтеры-медики, которые мне по итогу тоже помогли. Если у тебя есть идея какая-то, которую ты хочешь реализовать, обязательно ее нужно реализовывать. И чем сильнее твое желание, тем оно правым быстрее может получиться. Я думаю, что вообще форумы, вот какие-то такие молодежные, это очень-очень хорошая платформа для того, чтобы реализовать свои возможности. Потому что у нас есть время, у нас есть возможности. Мы молодые и креативные. Мы можем перегнуть горы на самом деле. Когда я год назад одна реализовала, одна серьезно реализовала проект на полторы тысячи человек, я не поверила. Но я верила в свой проект. И поэтому все получилось. Поэтому вперед! Вперед! Это здорово! Я студент педагогического университета факультета искусств. Все началось с того, что появилась потребность творить где-то дополнительно, вне университета и вне дома, так как дома это мало, ну, очень сложно реализовать. Возникло желание в создании какого-то нового пространства или, если говорить о последнем проекте, то в создании массового творческого мероприятия. Собственно, возникла потребность, поэтому способом реализации были как раз грантовые конкурсы. Выиграть грант получилось со второго раза. Первый раз я пробовалась на форуме «Ритм». Там мой проект наполняли содержанием очень качественным, благодаря экспертам это получилось сделать. И уже на фестивале «Таврида арт» мы выиграли два своих первых гранта сразу. В том году мы реализовали проект «Твой Рим. Открытая мастерская». Это творческое пространство для детей и молодежи, где каждый желающий мог прийти и заняться творчеством. Там мы проводили мастер-классы, творческие курсы, занимались с детьми и со взрослыми. Буквально полгода назад мы выиграли еще третий грант на создание фестиваля, фестиваль «Воздух творчества», который проводился совсем вот недавно. Работа с экспертами, очень активная, которая была как раз на форуме «Ритм». Ну и поддержка творческой команды. Человек 15, и все это в основном студенты, друзья, ну такая творческая компания. Реализовать. Написать грант и выиграть его не так сложно, как потом действительно осуществить это в жизни. Получилось так, что когда ты планируешь, ты планируешь все поверхностно, не углубляешься, а когда ты уже сталкиваешься с этим в жизни, все становится совсем иначе. Ну, тут уже как-то своими силами справлялись, с помощью каких-то знакомых, может, что-то искали. Ну, друзья, команда помогала всегда. Участие в форумах и фестивалях различных, это всегда ты получаешь опыт организатора. Ты смотришь изнутри, как создается какое-то мероприятие, как это организовывается, и этот опыт уже можно перенять и использовать вот в своей проектной деятельности. В первую очередь это дает знакомство, расширяется круг общения, вот собирается как раз этот костяк, команда. Это для меня самое главное в этих всех проектах, которые мы проводили, реализовывали. Ну, и организованность, воспитание себя, самодисциплина – это тоже очень здорово и полезно. Я решила создавать и реализовывать свои проекты, потому что появились идеи, которым необходимо было свое воплощение отдать. Я занималась студенческим самоуправлением, и исходя из этого появились идеи развития надпрофессиональных компетенций у студентов. Грант получилось выиграть с первого раза, сразу. У меня два грантовых проекта есть. Изначально первый, который я выиграла на форуме «Ритм», это региональный молодежный тренинговый центр «Импульс». Это сообщество тренеров, которые помогают студентам и молодежи развивать свои надпрофессиональные компетенции для того, чтобы они были более успешны впоследствии на рынке труда и в общественной деятельности. Это была изначально первичная идея – создать такое сообщество. На «Ритме» мою идею поддержали. Впоследствии, после начала реализации проекта, стало понятно, что проблемы, с которыми сталкивается молодое тренерское сообщество, они типичны для многих сибирских регионов. И в 2019 году я участвовала в всероссийском конкурсе грантового молодежных инициатив для физических лиц и выиграла там грант на интенсив для тренеров неформального образования Сибирского федерального округа. Мне помогло выиграть грант. В первую очередь моя команда, которая в меня верила, которая поддерживала нашу общую идею и развивала ее. И сама атмосфера форума «Ритм», люди, которых мы там встретили, которые помогали писать проект, торгомитет, который всегда поддерживал. И вот это незабываемое ощущение, когда у тебя есть какая-то мечта, и действительно твою мечту понимают, поддерживают и дают возможность ей развиваться. Самое сложное в социальном проектировании, наверное, придумать уникальную идею и найти для нее целевую аудиторию и возможность ее реализации. В принципе, в самом социальном проектировании и написании проектов ничего сложного нет. Свои авторские проекты стоит придумывать и реализовывать, так как окружающий мир зависит от нас. И то место, где мы живем, и тот круг общения, который у нас есть, мы сами его создаем. Соответственно, мы сами создаем изменения в этом мире вокруг себя. И создавать эти изменения можно с помощью социального проектирования и социальных проектов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...